Добрый вечер, уважаемые радиослушатели! В прямом эфире программа «Рокология» у микрофона Анастасия Трибунская. У нас сегодня в гостях, как в анонсе написали, музыкант-художник, барабанщик-татуировщик Михаил Фомин. Миша, привет! Добрый вечер! Давненько у нас не был? Ну, с прошлого лета, по-моему. Да, что-то где-то либо конец весны, либо начало лета мы объявлялись. Это точно было лето. Я помню, я лежал в эфире, еще вопросы были, почему я лежал. У меня была проблема с позвоночником. Он болел, поэтому пришлось лежать в эфире. Это было летом, точно. Ну, теперь вот ты у нас сидишь. Да, теперь сижу, слава богу. Не на собственном даже столе, а на родином. Так что, видимо, все хорошо за спиной. Да, теперь, дай бог, все хорошо будет. Это хорошо. Ну, и у нас сегодня на самом-то деле причин для встреч очень много. И одна из них, это сейчас стартует тур проекта «Горшенев», 20 лет альбомом «Столкновение и фаворит солнца». Как вообще проходит подготовка к концертам? Ежедневно. Я буквально сейчас вот приехал с репетиции. Немножко покинул пацанов раньше времени. Ребята еще остались доразбирать материал. Сегодня мы репетировали уже с Дмитрием Петровичем Гусевым. Вот. В принципе, уже все налажено. Просто оттачиваем, чтобы было максимально качественно послезавтра. Ну да, у нас стоит сразу напомнить, что совсем скоро, а именно 3 октября в Санкт-Петербурге в клубе А2 и 5 октября в Москве в клубе 1930 в Москву состоятся концерты. Так что все приходите. Да, обязательно всех ждем. Ну и вот ты говоришь с репетицией сейчас только. Казалось бы, программу эту уже наверняка играли много-много раз еще в Украиниксах. И ведь все же музыканты приходят на эфир и говорят, что известные группы не репетируют. Репетиции нужны только тем, кто играть не умеет. Что на этот счет ты скажешь? Нет, репетировать обязательно нужно. В любом случае. Дело в том, что много песен из этих альбомов мы не исполняли даже, когда были Кукра Никса. То есть не все далеко песни. Поэтому мы в этот раз выбрали прямо по максимуму материалы из тех альбомов, чтобы порадовать наших слушателей, зрителей. И, в общем, как бы на самом деле репетиции просто необходимы. Дело в том, что это довольно сложный процесс. Там много технических тонкостей, которые помимо разбора материала нужно учитывать. Это тайм-код для света, это подложки. То есть там очень много мелочей и тонкостей, которые нужно вот прямо вот как пазл сложить. Мелкие-мелкие детальки, чтобы в конечном итоге получился хороший результат. Ну, в принципе-то да. И вот обычные концерты, посвященные юбилеям альбомов, презентациям альбомов, это, по сути, хиты, которые играются постоянно и немножечко песен с этих альбомов. Вот как будет здесь? Здесь сыграются все композиции с двух альбомов или тоже только какие-то избранные? Практически все. Некоторые песни мы вынуждены были пропустить, тоже из-за технических в основном историй. Но большинство песен в программе будет именно из этих двух альбомов. Естественно, мы, конечно, добавим хитов. Не буду все карты раскрывать, но будет достаточно интересная программа. Кроме всего, как многие, наверное, знают, в этот день будет день рождения Алексея Горшенева и Дмитрия Петровича Гусева тоже. И поэтому я думаю, что пати прям получится очень интересно. Всех ждем. Обязательно приходите веселиться вместе с нами. Ну, есть просто столько поводов. Да, поводов действительно много. Я думаю, будет весело и хорошо. Определенно. А вот кроме Дмитрия Гусева, кто-то еще из времен Гукруниксова будет в качестве гостей? Нет, вроде бы не планировалось. Нет, нет, только Дима. А так было бы, наверное, интересно когда-нибудь, как считаешь, собрать весь такой состав первоначальный или каких-то определенных времен, сыграть приуроченных к юбилею какого-то альбома, либо юбилея группы? Не могу ничего еще сказать. Никаких планов конкретных на эту тему нет. Но чем дальше живу, тем больше понимаю, что возможно вообще все. Поэтому ничего не будем загадывать, ничего не знаю. И вообще подобные вопросы как бы не совсем в моей компетенции. Посмотрим, посмотрим. На данный момент пока вот так. Ну, хорошо. Поживем, увидим, как говорится. Типа того. У нас есть чат, куда можно писать свои вопросы. И в RadioShock.ru кнопочка общения. И смотрю, уже там определенное количество прилетело. Пишет юзер 125. Михаил, привет вам из Омска. Ждем с группой с новым туром. Спасибо. Постараемся. Пока на данный момент Сибири в планах посетить. До конца года у нас вроде бы нету. Список ближайших шоу до конца года, по-моему, уже опубликован. Возможно, он будет дополняться. Но, насколько я знаю, в Сибирь до конца года мы не поедем. Возможно, весной мы сможем увидеться в Омске. Обязательно. И у тебя в конце лета были посты о неком ГЭС-фесте. И один общий знакомый рассказал, что это вообще легендарный коллектив. И раз ты участник этой группы, давай о ней поговорим, что ли. Давайте поговорим. Расскажи вообще, как давно существует сей коллектив. Этот коллектив, это такая история получилась. Сейчас расскажу. Это, если не ошибаюсь, по-моему, в 2005 или 2006 даже, по-моему, году. Я жил в небольшом городке в Смоленской области, в городе Вязьма. И играл в одном коллективе. Потом у нас коллектив не то что распался, мы как-то разбежались. И в какой-то момент я не играл ни с кем. Потом начал играть в одной группе. И возникла идея собрать еще один коллектив. Мы как-то так познакомились, дружились с ребятами из разных групп. То есть собралась так называемая супергруппа. Но есть такое понятие супергруппа, когда из нескольких групп собираются... Ну, это в известной сфере, как бы, называют супергруппу. Собираются музыканты и основывают такой коллектив, который делает новый материал. И собралась, в общем, команда из интересных музыкантов города Вязьма. Из разных коллективов. Разных поколений. Разных музыкальных предпочтений. И сделали свой материал. Буквально мы там собирались, может быть, год. Нет, два, наверное, в общей сложности мы просуществовали. Мы написали порядка десяти, наверное, композиций. Успели даже погастролировать. Были там в Калуге выступали, смоленские. Ну, в общем, немножко покатались. И у нас очень хорошо получалось. Всем очень нравилось. Ну, долго мы не просуществовали, потому что разошлись пути, разъехались по городам. Вот так получилось. И остался только материал, который спустя, по-моему, двенадцать лет, вот мы несколько лет назад его, созвонились и решили записать удаленно. То есть каждый в своем городе записал свои партии. Тексты были адаптированы для русского языка, для русского слушателя. И вот своими силами, как я люблю, DIY, так называемый, записали вот этот вот альбомчик. Буквально для себя, вот на память. И вот недавно, в конце лета, была идея вокалиста еще по весне собраться и сыграть еще один, так называемый, заключительный концертик. Не знаю, почему он так решил, что заключительный. Но, тем не менее, инициатива была проявлена. Я ее поддержал. Не только я, ребята, большинство тоже поддержали. К нам присоединились музыканты из удаленного проекта. Виталий Семенов на басу помог нам очень в разборе материала и на концерте. И в конечном итоге мы собрали несколько коллективов в городе Вязьма, в которых я тоже играл в стоп-кадре, в общем. И сделали небольшой фестивальчик в ДК Эбелином. И там, в общем, ради тусовки собрались, пообнимались, увидели друг друга живыми, бодрствующими. И поделились своим творчеством с людьми. Люди собрались, послушали, потанцевали. В общем, все удалось, по-моему, хорошо, на славу. То есть это, по сути, такая была тусовка, как бы из раздела окунуться немножко в прошлое? Ближе к тому, да. То есть реально для своих собрались все свои, небольшая компания, близкие люди из одного города. Все съехались, отрепетировали за неделю материал, который был давным-давно написан. Как-то так получилось, что мы за неделю успели его все собрать, потому что заранее все подготовились индивидуально. А и поиграли. Ну, прикольно. А вот раз назвали концерт последним, то есть больше не будете так собираться? Или опять как время покажет? Вот на этот концерт показал, что, возможно, это далеко не последний концерт. Потому что, во-первых, есть у нас идея, новая песенка там рождается. Только теперь нужно нам всем найти время для того, чтобы ее зафиксировать, развить. И может быть все, все что угодно может быть. Ну, время это самое веселое, конечно. Да. После его поиски там. И, собственно, когда мне Саша рассказал об этой группе, я посмотрела, в ВК группа вроде сообщества есть, но там буквально, не знаю, 50 или что-то около того подписчиков. А почему так мало? То есть, в принципе, не пытались продвигать даже? Вообще, абсолютно. То есть, я уже говорил, что этот материал был просто зафиксирован для себя. Для того, чтобы просто оставить друг другу на память запись, чтобы когда-нибудь потом, может быть, внуком поставить. Сказать, вот, в таком-то году мы написали вот эти песни с этими людьми, в таком-то году вот записали, вот такой вот ерундой баловались. Сейчас вот даже для себя на этот концерт напечатали, по-моему, порядка 200 дисков. Ну, так тоже раздать по друзьям, знакомым на память и себе оставить. Что вот, такая история. То есть, никакого промо там продвижения или там для того, чтобы это где-то кто-то там особенно слушал или заметил, вообще не было. То есть, в принципе, мотивации такой не было. Ну, интересно, но в любом случае подписывайтесь, потому что проект интересный и, как знать, может быть, что-то появится еще. Ну, хотите, послушайте, да, может быть, понравится. Пожалуйста, здоровье. Ну, и давай сейчас тогда и послушаем. Песня называется «Маска». Что-нибудь о ней расскажешь? Там в тексте практически все понятно. Единственное, что говорю, все тексты были адаптированы на русский язык и по смыслу изначально, когда все было на английском, возможно, были немножко другие повороты смысловые. Но на данный момент вышло, что вышло. Эдик, вокалист, просто гениальный человек. Он умудрился адаптировать эти тексты буквально там за очень короткий срок. Еще умудрялся попадать в рифмы. Просто безумная работа какая-то проделана. Прямо преклоняюсь перед его умением. Так как получилось. А почему, кстати, решили переделать на русский язык? А почему нет? Ну, во-первых, когда поют на русском, хотя бы понятно, о чем идет речь. Это да. Во-вторых, в принципе, я считаю, что русские исполнители должны хотя бы часть материала исполнять на родном языке, на понятном языке. Не так легко, скажем так, адаптировать свой посыл именно на своем языке. Во-первых, русский язык не такой певучий, как английский. То есть правильно фонетику нужно сделать, чтобы красиво звучало. Вот. И смысл, чтобы какой-то тоже присутствовал. Как бы не просто набор слов. Хотя и такое тоже имеет место быть. Ну, я считаю, что на русском языке нужно обязательно петь. Это прикольно. Ну, это да. Я в этом плане с тобой абсолютно согласна. Поэтому слушаем Гэс, песня Маска в прямом эфире на Радио Шок. Имея мозгу на каждый день, на каждую личность, на каждую тень. Куда бы ни пошел я, кого бы ни познал. Я все, что хотел, легко получал. Но новость от личности моей взглядела. Я понимал, что Маска новых больше нет. Так что обязательно слушайте все. Ну, и у тебя же огромное количество проектов, в принципе, и действующих, и прошлых. И в прошлый раз мы с тобой на интервью говорили о проектах «Дофамин» и о проекте с Дмитрием Гусевым «Стар», который. Сегодня я предлагаю пройтись еще и по остальным. Вот. И там есть такой проект «Офф», который называется. Я послушал композиции, там, получается, как бы и инструментал есть, и есть что-то типа, не знаю, рэпа а-ля там «Привет 2007» по звучанию, как будто бы. Ну, вот так мило, забавно и красиво, поэтому расскажи вообще об этом проекте. Он, так понимаю, тоже был чисто такой а-ля студийный. Ну, мы в основном репетировали. Это проект «Офф», «Огонян», «Фамин», «Фокин». Вот это мы с Димой «Вагоном» и еще с нашим другом Эриком делали. Собирались просто репетировали. Нам было забавно играть вместе. Это было в начале, в первой половине десятых годов. Вот. Больше уже десяти, получается, лет назад. Вот. Еще к нам присоединился Ваня Обломский, который зачитывал. Мы так что-то такое ближе к рычагам пытались сделать. Не то что пытались, а получалось, как получалось. Вот. И собирались просто играть. Нам просто нравилось вместе репетировать, придумывать какие-то. Приносил наброски Дима. Мы начинали их разгонять на репетиции. Какие-то вещи Эрик приносил. Вот. И что-то мы попытались там записать так вот кустарно. Вот. И что получилось, я вот какие-то демки бросил там на свой сайт. Это так чисто для, как это, для консолидации своего материала, чтобы он не потерялся. И решил тоже положить как бы к себе на сайт. Вот. А вообще мы недавно с Димой этим летом виделись и решили все-таки записать несколько композиций этого проекта уже в качестве. И хотим сделать именно лайв-запись, чтобы мы одновременно все писались. Вот. По крайней мере, хотя бы мы с Димой записали таким образом ритм-секцию. И позже передадим... Вау! Главное, что не в розетку. Да. И позже передадим гитаристу, да, данные записи, чтобы он подумал. Не буду раскрывать пока секреты, кто будет на гитаре. Но тебе этот человек тоже знаком. А вот он как бы из нашей общей тусовки, друг. Вот. И надеюсь, что мы до конца года все-таки с Димой соберемся. С Димой не так просто собраться. Он тоже весьма занятой человек. Вот. И до конца года хотя бы одну, может быть, две песенки мы все-таки запишем и, может быть, даже представим на всеобщее обозрение. Ну, кстати, интересно. То есть ты, получается, здесь проекты вроде бы, казалось бы, уже закрыты, но все равно периодически их возобновляешь. Как получается. Жизнь идет, время течет, что-то вот происходит. Глядишь раз и что-то вот, да, там. Бывает, возобновляется, бывает, продолжается, да. А будет, получается, хочешь записать именно, чтобы не те, которые инструменталы, а вот именно с вокалом совсем? Нет, именно инструменталы, да. Потому что есть там две вещи, которые Дима очень хотел записать в свое время, тоже зафиксировать. В веках. Вот. И я думаю, что мы, наконец-то, до этого доберемся. Мы вот собирались, когда на репетиции здесь, кстати, на треугольнике на родном. И как будто вчера мы с ним это все играли. То есть мы сели и одновременно за один дубль просто все раз и сыграли песенку, раз и другую вспомнили. И то есть с учетом того, что песни там довольно сложные, они такие, ну, как бы многочастные формы там. То есть там есть такая, ну, ближе к прогрессиву какие-то истории. Вот. И тем не менее мы запросто как будто вчера сели и вспомнили, и сыграли. Так на удивление друг другу обнялись и решили, да, по-любому нужно это все поскорее записать и привести в хороший вид, чтобы показать всем. Ну, мне кажется, все равно в любом случае гораздо, ну, точнее, интересно играть вот эти вот песни, которые записаны, там, сочинены были, там, лет 10 назад. И потом они как-то обретают новую жизнь и может там что-то новое добавить. Ты же тоже растешь над собой за этот период. Да, на самом деле просто исполнять было довольно просто. Как будто вот это все под корочкой в памяти осталось до такой степени, что это нужно никак не вытащить. Вот мы, видимо, действительно много и часто собирались репетировать, и все это прямо в руках, в ногах до такой степени, что вот спустя буквально десяток лет даже больше собрались и сразу же сыграли. То есть это забавно, прикольно, надо это добить. Ну, да. И прикольно, кстати, что тоже вот по сайту по твоему ездила, что перед прошлым эфиром, что перед этим. Ты вот сохраняешь буквально все там записи каких-то своих проектов, даже там демки, все это. То есть это интересно? То есть могут любые там зайти, посмотреть? Оказалось бы, что не все любят делиться вот чем-то таким. Да, я понимаю, знаю, да, как говорят, плохой фотограф отличается от хорошего тем, что плохой фотограф выкладывает плохие фотки, а хороший фотограф не выкладывает. Я вот в этом плане не ведусь на это правило. То есть я буквально создал этот сайт для консолидации своего какого-то творчества. То есть он мне как бы висит, чтобы я мог в любой момент зайти, посмотреть, что я там когда-то делал. Вот оно лежит там на сайте и лежит. В общем, как бы никому не мешает. Правильно, заходите и вы тоже послушайте. Раритеты какие-нибудь, эксклюзивчик. На здоровье. И все остальное. И в прошлом интервью тоже мы говорили об удаленном проекте. Расскажи, как там продвигаются дела, пока все на паузе или уже тоже активно? Нет, все сдвинулось. Сдвинулось очень позитивно. Сейчас настроены все участники удаленного проекта. И буквально вот с этого месяца мы плотно начинаем работать. У нас очень много наработано материала. Часть даже уже записана. Но записана, скажем так, в демо-режиме. То есть то, что записано, естественно, выпускать нельзя. Мы просто хотим полностью собрать уже все треки, все проекты. И конкретно заняться записью на хорошей профессиональной студии. Чтобы сделать хотя бы эпишку. То есть для начала небольшой альбомчик с консолидацией вот этого творчества, которое сейчас накопилось. Там порядка уже... Если исключить те песни, которые уже опубликованы, еще порядка пяти-шести вещей уже есть в наработках. Из них две-три уже практически полностью готовы. Вот. Они весьма интересны. Я переслушиваю каждый раз, понимая, что да, нужно это скорее доделывать. Это нужно делать. Это прикольно. Мне то есть самому нравится. А если мне нравится самому, во-первых, это большая редкость. А во-вторых, я прям вдохновляюсь и вижу, что ребята, которые в удаленном проекте, все тоже этим горят. И наконец-то Влад, вокалист, как бы воспрял в своем творческом порыве. И очень много тоже присылает свежего материала, который у него рождается сейчас, на данный момент. И мы полны сил, планов. В общем, я надеюсь, что буквально в этом месяце мы начнем работать, собирать все это. Круто. И это будет все-таки удаленный проект или когда-нибудь дособеретесь сыграть это все? Раз материал-то уже много. Ну, мы собираемся периодически. Мы именно как раз на свадьбе у нашего вокалиста этим летом встретились. И вот в кругу, вчетвером, вот так вот буквально решили, что пора продолжать то, что давно застоялось. Вот. Все очень-очень настроены. Позитивно. Почему надо встречаться-то лично? Обязательно нужно встречаться лично. Это неотъемлемая часть совместного творчества. То есть у меня даже все удаленные проекты, которые много я занимаюсь именно в интернете, все равно рано или поздно, так или иначе, мы встречаемся, находясь в разных городах, странах, неважно. Мы все равно периодически встречаемся, видимся лично и обсуждаем какие-то вопросы уже более плотно. Или даже вместе музицируем. То есть это все равно необходимая история. Можно, можно и так работать, но для того, чтобы у этого было будущее, и это расширялось, конечно, необходимо личное взаимодействие. Ну вот да, потому что есть там ряд знакомых, которые пишут металлоперы, и они там полностью работают с разными там сессионными, в основном музыкантами. И половина из них даже друг друга в глаза не видели. То есть находятся вообще в абсолютно разных-разных частях страны. И не знаю, мне это как-то удивительно кажется, что как можно собирать материал, постоянно что-то делать, что-то дополнять, даже не зная, не видя, как-то между собой не взаимодействуя. Бывает такое, да, бывает так. Ну, даже, вот допустим, проект Экзигеза, ну мы, наверное, о нем еще поговорим. Обязательно. Вот мы тоже в основном делаем все удаленно, потому что находимся даже в разных странах. И таким образом получается, что мы знакомимся и находим новых людей, новых творческих единиц в разных частях света, с которыми знакомимся, начинаем вместе музицировать, собирать новые материалы. Это так интересно на самом деле. То есть никогда бы, может быть, при другом расположении дел мы бы и не познакомились, и не увиделись. А так получается, что вот раз и познакомились с новыми интересными людьми, с которыми потом в дальнейшем, допустим, уже можно встретиться лично, в живом общении, решить какие-то вопросы. Ну, это да. Ну, и я предлагаю послушать тогда песню «Удаленного проекта», раз о нем сейчас поговорили. Давайте. Называется она «Душа». О ней тоже что-нибудь расскажешь или слушаешь? Это песенка Влада, вокалиста, он ее исполнял, он ее написал, когда был совсем юн, вот, исполнял, если не ошибаюсь, в основном под акустическую гитару, вот, и когда «Удаленный проект» мы как-то собирали один из, вот, ну, ты не пишешь вот эту, я решил попросить у него эту песню, чтобы ее аранжировать вот в таком режиме, которым она сейчас на данный момент прозвучит, вот, ближе к электронному. Я вдохновился творчеством коллектива Perfect Circle, вот, особенно есть у них там интересные электронные вещи, и вот на тот момент я как бы решил аранжировать эту песенку именно вот в подобном режиме, вот, можно сейчас послушать. Отлично, слушаем «Удаленный проект. Душа» в прямом эфире на Радио Шок. Веки не смыкая, чистая река, я берег разбиваю, океаном не стать, лунными ночами. В этом свете таю, я сам себя теряю, не ищи меня. Моя душа меня на части разрывает, небеса, не проклинайте, я затеряюсь. Часовых пояса сяну минутой на часа, в вечном порядке жизни стану, только прошу, не поминайте, рано не расставить бы, не остался бы один. Но если вдруг так случится, лишь дать сил смириться. В прямом эфире на Радио Шок программа «Рокология». У микрофона Анастасия Трибунская, Михаил Фомин у нас сегодня в гостях. Какое интересное завершение песни, такая прям атмосферненькая, так что-то как будто бы там что-то еще должно дальше быть. Душа потемки. Ну, прикольно, прикольно. Спасибо. У тебя вот тоже по странице поездила, пока готовилась к эфиру, да и в принципе в ленте часто попадается, что довольно часто фотосеты разные бывают. И вот интересно стало, то есть все идеи, сценарии-то твои, или же ты просто хочешь пофоткаться там, ищешь фотографа, и он уже тебе все предлагает? Ну, я обычно работаю с одними и теми же фотографами, с операторами, это мои друзья, они мне очень сильно помогают. Хорошие ребята, Тимур Муравьев, Саша Максимов-Гонзов. Мастер конспирации. Да, да, да. И идеи мои, да. То есть, ну, как бы обычно это происходит вот так. То есть, так, вечером пришла идея, я тут же звоню, завтра мы собрались, там, или послезавтра, там, наметили вечер, там, ага, выезжаем, все, поехали, раз, и сфотографировались. То есть, ну, обычно что-нибудь там красивенькое надену, там, ну, постараюсь, не знаю, или может какую-нибудь деталь там замутим, чтобы, ну, что-то цепляло взор. Вот. То прическа, то грим, ну, что-нибудь, просто хочется постоянно что-то новенького, свеженького, и почему бы нет? Да, некто. Лишний раз контент. Ну, типа того, да, я, конечно, не особо люблю играть по этим современным правилам, но почему бы и нет, господи. Мне не сложно, а людям нравится некоторым. Расскажи о фотосети с волками, там, только интересно было, они прямо реально дикие-дикие или прям максимально прирученные? Нет, не совсем, это специальная порода собак, но они очень опасные, как настоящие дикие волки. То есть они довольно сложно приручаются. И когда фотосессия происходила, я, конечно, испытал особенные ощущения, это так мягко выражаясь. То есть, конечно, было очень интересно, очень забавно, немножко опасно. Вот. Ну, в принципе, как бы, я и сам опасный. Поэтому мне было интересно, было прикольно. Кто на кого кинет с первой? Да не-не-не, все было очень мирно, весело. Спасибо большое ребятам, которые предоставили вот этих замечательных моделей. Вот. Огромное спасибо. И оператору тоже. И вообще круто все вышло. Большое спасибо тем, кто помогает. Ну да, фоточки реально прикольные. И, опять же, вот тоже, вспоминая прошлое интервью, говорили, что тебе нравится психоделическое искусство. Вот. Есть ли время на то, чтобы им заниматься? Или пока вот только все это осталось в прошлом? Нет. Вот, опять же, я говорю, у меня происходят определенные изменения в жизни. И как будто со старых полок я достаю точь, что там давно лежало и пылилось. И почему-то я никак не мог до этого добраться. В том числе, касаясь художественных вот этих вот искусств, особенно психоделических, совсем недавно я увидел пост, где барабанщик группы Red Hot Chili Peppers, Чат Смит, рисует тоже картины, пишет, правильно сказать. Очень интересное у него творчество. И я прямо вспомнил, вдохновился, что вот как же я соскучился по всему этому. Мне это очень импонирует. Я очень давно хочу этим заняться. Но почему-то всегда не хватает на это времени. Я тоже сделал репост на своей странице ВКонтакте этой записи. И тут же получил фидбэк от некоторых близких, знакомых, которые очень ждут, что из этого получится. Некоторые даже готовы способствовать началу, точнее продолжению моих вот этих творческих затей. Надеюсь, что я тоже в этом году доберусь. Просто есть определенные условия, которые нужно для этого создать. И я, конечно, над этим постараюсь. У меня есть определенный план. Если я все сделаю хорошо и не затяну это надолго, я думаю, что в скором времени я возобновлю свои творческие работы. Это вот в художественном плане у меня есть, что порисовать, есть, есть, что выразить. Здорово. Как много за год ты всего, так сказать, воскресил. Да, есть такое. Что-то со мной происходит. У меня, я не знаю, как это называется, у меня начинают открываться какие-то новые движения в новые стороны, новые пути. Может быть, это не новые, может быть, это старые. Просто я давно на них не смотрел. Теперь вот начинаю уделять этому время. Время, к сожалению, очень не хватает. Сплю очень мало. Много чего хочется успеть, но часто не успеваешь. Вроде все, пытаешься там как-то более-менее распланировать, рассосовать во все дырочки там каждый час там с этим, с тем, туда-сюда. И все равно все, что запланировано на день, не успеваешь. Приходится опять это двигать. И так каждый день. Но при этом все двигается вперед. Ну, кстати, да, я тоже хотел сначала спросить, как ты все успеваешь. А потом вспомнила, что, ну, по сути, тоже проектов, конечно же, меньше, чем у тебя, но тоже много. И часто этот вопрос даже мне задают. И ловлю себя на мысль, что, по сути, чем больше у тебя проектов, тем больше ты все успеваешь. Ну да, ты же прокачиваешься, конечно, да. И ты распределяешь там всем. То есть ты каждым делом занимаешься определенное время. И все по чуть-чуть двигается, двигается. Да, и вот это все забавно наблюдать за людьми, которые вот живут по принципу дома, работают дома. И такие, у меня ни на что больше времени нет. Вот это очень интересно смотреть на таких. Да, я совсем из другого теста. Ну и мне кажется, это даже круче. И вот раз столько всего, вот, если сравнивать с прошлым интервью, у тебя снова возобновилось и появилось, ты говорил, что есть очень много набросков, наработок для чего-то своего авторского, вот, что можно было бы это все исполнять и записывать. И помню, что даже у тебя выкладывал ты пост, что ты что-то поешь под гитару. Ну, это просто так было, как, не крик души, а просто вот порыв, вот, захотелось. Мне просто эта песня очень нравится. Я решил в свой день рождения просто записать видосик, вот, исполнить эту песенку. У меня вот, ну, ничего особенного, просто решил и сделал. Хорошо, а авторская-то когда ждать? Или пока еще не добрался до этого? Очень сложно, вот, ты задаешь такие вопросы, которые, я не могу на них ответить тебе. Когда ждать и что когда произойдет? Я сейчас скажу тебе что-нибудь конкретное. И все будут ждать или там, или, ну, то есть я вынужден буду вот этот дедлайн, то есть догонять. Я не знаю, я надеюсь, что к этому придет, надеюсь, что я смогу это все реализовать. Когда, это уже вопрос другой и, скорее всего, от меня не совсем зависящий. Поэтому, то есть все зависит от ситуации. Вот, жизнь течет, я вот не могу планировать дальше собственного вздоха. Будем надеяться, что все получится. Тогда по-другому, видимо, вопрос нужно было формулировать. Все еще пока это в силе и в банах? Обязательно, конечно, да-да-да. У меня купится в столе просто завал. Огромное количество материала. Но, скорее всего, я до него никогда не доберусь. Я это понимаю, что все, что было отложено в стол, оно так и останется там лежать. Потому что с каждым новым днем у меня новые идеи, и они более актуальны, более интересны самому себе. А в старом ковыряться уже, если честно, даже рука не поднимается. Вот буквально сегодня ночью у меня вот возникла новая идея там свежего кукремикса. Причем я за одну ночь бессонную, которая бывает очень часто, придумал две новых больших идеи. Я расписал сразу их на листе со всеми подробностями, что, как, куда. То есть буквально готов завтра утром сесть и сделать. Но завтра утром у меня другие дела. Поэтому это тоже так откладывается по плану. Вот на определенный день, определенный срок, когда я сяду и конкретно займусь этим делом. Но главное, что я все это записал. И стараюсь всегда все как-то записывать, фиксировать. Потому что в голове все держать садишь с ума. И чего советую многим, кто занимается большим диапазоном разных дел. Конечно, вести небольшую бумажечку, дневничок, чтобы записывать какие-то свои идеи, планы. И ничего не забыть. А тут и мозг взорвется, и все будет автоматически удаляться тут же. Да, 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 да. Голова уже работает не так, как раньше, скажем так. Ну да. И получается, ты же еще и аранжировщик? Да, мне нравится этим заниматься. Мне нравится придумывать нестандартные какие-то звучания. То есть кажется, песня вот должна звучать так, а ты начинаешь экспериментировать. И понимаешь, что получается как-то по-другому, как-то оригинально, интересно. То есть, ну, мне нравится, да, аранжировывать песенки, создавать из какой-то демки, из каких-то вот буквально там пары нот, пары слов, полноценные песенки, которые могут звучать так. Потом из этих же нот и этих же слов можно сделать совершенно другую песню. То есть, как бы вот пробовать варианты, щупать и понимать, какая версия песни зашла бы лучше. Вот для себя лично, в первую очередь. Ну да, кстати, буквально на днях разговаривали с Корей, собственно, из группы Шардам. Он сказал такую мысль, что, по сути, текст и слова — это еще ничто без аранжировки. То есть, это, по сути, как бы самое главное, что есть в песне. Вот ты с этим согласен? Текст? Что именно аранжировка важнее текста и музыки? Ну, у всех разный подход. Вот кто-то берет за основу текст, кто-то берет за основу музыку. Это индивидуальный подход именно создателя, именно композитора. Или там текстовик. Не знаю, вот Алексей, допустим, я про Грешенева говорю, что у него он больше, он видит музыку по цвету, чувствует ее, слышит. Сначала создает музыкальное полотно, потом под это тело уже как бы пишет текст. Кто-то делает наоборот. То есть, у кого-то, если у Коля, допустим, как ты говоришь, у него есть текст, потом уже рождается аранжировка песни. Ну, то есть, у всех по-разному. В этом нет никаких правил. Никто их не утверждал. У каждого по-своему. Лично для меня, у меня с текстами, честно говоря, сложновато. Это вот небольшой такой блок, который я еще не до конца разработал, но я на пути. То есть, мне музыку создавать, конечно, намного проще, чем потом написать под нее текст. А если еще и в рифму нужно попасть, и еще, чтобы ты был доволен собственным голосом, что тоже большая проблема. И, в принципе, вообще быть довольным своим материалом, это такая редкость. Вот. И даже не знаю. Я надеюсь, что у меня получится все-таки и со словами, и с пением, и со всем остальным. Ну, я в этом нисколько не сомневаюсь. И вопрос еще такой получается. Бывает, что к тебе обращаются музыканты из каких-то неизвестных тебе групп за помощью в аражировках, и соглашаешься ли ты, или берешься вот в виду тоже ограниченное количество времени только вот за своих, там, друзей, знакомых? В основном, да. Нет, обращаются довольно много. Вынужден большей части отказывать. Где-то мне материал не очень по душе, где-то... Ну, то есть, если идет коммерческая, как бы, основа, там я смотрю по... Взвешиваю количество времени и силы, энергии, которые мне придется вложить в создание полотна. И взвешиваю, будет ли это того стоить. А если бывает хороший, интересный материал, я могу взяться вообще без коммерческих, как бы, каких-то отношений. То есть, друзьям стараюсь помогать тоже, и мы как-то, ну, каким-то бартером или как-то решаем эти вопросы, ну, обычно не касаясь каких-то денег, потому что, ну, друзья есть друзья, это такое дело. Вот. И, ну, кому-то помогаю, потому что мы уже давно тоже дружим, знаем друг друга, там. И неважно, нравится мне материал или не нравится, я просто, как бы, ну, выделяю, там, час-два, там, допустим, кому-то помогаю, там, предоставляю студию для записи, кому-то, там, что-то помогу записать, ну, кому-то, допустим, требуется барабанная партия, но у них нет барабанщика, я как сессионщик могу, то есть, поработать. Ну, по-разному бывает, но бывает, что отказывают, то есть, нередко. А есть у тебя предпочтения по жанрам, вот, например, прислали тебе, там, какую-нибудь песню в этом жанре, и ты вот за нее обязательно возьмешься, или, наоборот, точно не возьмешься? Во-первых, смотря, сколько заплатят. Шучу, конечно. Ну, на самом деле, немаловажный фактор, но предпочтение мне нравится, когда мне присылают неординарные вещи, когда это не заурядное что-то, когда из этого можно сделать что-то оригинальное. Если это все настолько предсказуемо и вот как-то заурядно, мне просто скучно, неинтересно даже тратить на это время, силы, энергию вообще никак. То есть, мне нужно, чтобы мне было интересно. А если вот этого составляющего нет, маловероятно, что я возьмусь за это. Ну, вот, у нас часто слушают музыканты, так что берите на заметку, если что. Пишите, будем слушать. Ну, и у нас в анонсе указали, редактор достопочтенный написал, что у нас интервью с музыкантом-худажником, барабанщиком-татуировщиком. Как дела у тебя с последним? Последнюю татуировку, наверное, я тебе сделаю. У меня не хватает на это время не так же, как еще на много чего, чем бы я хотел бы тоже заниматься. Но невозможно заниматься всем одновременно. Тогда вообще не нужно будет спать. Мне это дело нравится. У меня как бы в основном получается так, что я забиваю кого-то знакомых и тоже по предварительной записи за месяц-два мы там договариваемся о приезде. Часто это приезжают друзья какие-то с других городов. Мы договариваемся заранее о встрече и согласовываем заранее тоже дизайн. И в какой-то определенный час, день X мы встречаемся и делаем струировочку. Но с этим тоже очень-очень нечасто. То есть как бы практикую совсем нечасто. Ну да, тебе отдельное спасибо за татуху. Это действительно очень прикольно. Так что если вдруг кто-то хочет крутой себе татуху, чтобы она еще и выделялась, то обращайтесь к Мише. Ну и для тех, кто нас слушает впервые, может быть, случайно зашел, расскажи вообще, в ком стиле ты татуировки бьешь. Бродевское письмо — это древнеславянская такая письменность. Она, проще говоря, вышиваночка. То есть это вот эти вот кубические, не кубические, а узоры как бы геометрические, которые означают определенные символы, цифры, буквы. Можно зашифровать любую информацию вот в эти вот замечательные узоры, так сказать, фрактальчики. Да. У меня у самого забита рука в подобном стиле, и как-то я зацепился за него. И, в общем, решил только им заниматься. Я больше ничего не исполняю, исключительно бродевское письмо. Но там очень большой диапазон, очень много чего интересного можно из этих квадратиков сделать. Это действительно так. Ну да, ты рассказывал, что там вплоть до того, что и можно рисунки туда даже зашифровывать, так сказать. Да, можно в определенный рисунок зашифровать определенную информацию, какое-то слово или дата. То есть это можно все объединить. Это, конечно, сложно. Это именно разработка дизайна, что занимает очень много времени и сил. Но оно того стоит. Потом это выглядит весьма оригинально. Ну, по крайней мере, мои татуировки по всему миру, где я катаюсь, и по России тоже очень сильно замечают, удивляются, берут контакт и спрашивают. Очень много спрашивают, что это, как это, как прикольно. Очень интересно, потому что такое нечасто увидишь. Ну да, меня тоже все спрашивают, что эта татуировка значит. А я после нашего прошлого эфира пошла к тебе, потому что сказала, что можно зашифровать так, что никто не будет знать. Да. По сути, никто и не знает, что там. Это прикольно. И что-то хотела спросить по поводу этого еще, и забыла благополучно как раз-таки о том, что нужно сразу все записывать. У меня листочек лежит, но я забываю записать порой. Так вот, когда ты мне татуировку-то делал, то слушали там фоном разные твои какие-то демки-недемки. Вот, и, собственно, один интереснейший еще проект там звучал, который скоро что-то у него должно выйти новенькое. Это проект Экзогеза, если мне память не изменяет. Да, я как раз слушал демки с третьего альбома, готовящегося. Этот альбом будет двойным. Он будет называться «Сатва и Раджас». Это есть определенные такие понятия. Я думаю, что люди интересующиеся знают, о чем идет речь. Да, этот проект процветает, но, скорее всего, этот альбом будет заключительным, потому что автор «Ловк Баба», он правильно его будет назвать, «Гири Баба Ламбодар». Вот так вот. Как сложно. Да, он написал определенное количество песен, которые мы практически все уже записали. И вот сейчас, смотрите, альбом доделаем, выпустим. Я очень надеюсь, что мы до Нового года все это сделаем. Кстати, интересным образом, буквально вчера познакомился еще с одним интересным музыкантом, тоже удаленным. Получилось так, что вот басист, который будет на этот материал записывать бас, оказался вот... Я познакомился, он раньше играл в группе Маши Медведя, вот у Маши Макаровой. Сейчас не знаю, может быть, и сейчас тоже. Но на данный момент он проживает в ГОА и тоже участвует в записи. То есть я к тому, что очень интересно, когда обретаешь новые интересные знакомства благодаря вот такими вот удаленным разным проектам. Вот. И надеюсь, что вот этот вот замечательный третий альбом, я его долго слушал, целый год слушал его, понимал, как лучше аранжировать, какие партии туда лучше записать, как это все должно звучать. Вот сейчас, в данный момент, я уже записал все барабаны. И вот сейчас мы записываем бас. Несколько вещей я отправлю своему другу в Исландию, чтобы он записал там гитару слайдовую, такую интересную, в пару блюзовых вещей. И будет еще записаны духовые инструменты точно в Москве. В общем, интересно. Посмотрим, что получится. Очень красивый бэк-вокал девушка записала в Индии тоже на добрую половину песен. Вот. Будем смотреть, что будет получаться. То есть этот проект не только, он как бы удаленный не в плане даже по стране, а еще и по всему миру, считай. Да, 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 да. По разным континентам. Да, мы увидимся в Гуау в январе, если все будет хорошо. И, возможно, каждый год я туда летаю зимой. И, как правило, все равно один-два концертика за этот месяц, пока я там нахожусь, мы успеваем дать. То есть мы репетируем, встречаемся вживую, общаемся и даем какой-нибудь небольшой такой душевный концертик для своих. Надеюсь, в этот раз получится то же самое. То есть эту группу вживую можно услышать только в Гуау? Да, скорее всего. На данный момент пока да. Окей, вот получается, что альбом будет двойным. Он какой-то тематический или просто вот так разделен? Тематический, да. Там не просто так разделено и не просто так называется. Но это долгая история. Объяснять я сейчас не стану, наверное. Если интересно, все можно всегда забить в поисковике, найти, почитать, знакомиться. Там на самом деле очень много передано в самих текстах, потому что автор вот очень-очень интересный пишет песни. Вот я как-то зацепился, и мы так вот сдружились, и вот работаем уже несколько лет над его материалом. Мне он нравится. Ну это круто, и действительно самое главное, чтобы нравилось то, что делаешь. Да-да-да, конечно. Ну и у нас сегодня одна из премьер, собственно, премьера песни этого проекта. Да, это песенка, которая войдет в грядущий альбом, но она будет совершенно в другой аранжировке. А может быть, даже выйдет отдельно, как отдельная композиция. И вот в том, что мы давно уже работаем над этой песней, и она до сих пор не удовлетворяет автора. Но лично мне вот эта демо-версия, которую мы сейчас услышим, она очень импонирует. Частично в записи поучаствовал Женя Лебедев, наш гитарист из проекта Горшенев. Трубач Вася Еретин из Москвы здесь записал партии. Ну, не знаю, мне лично вот эта вот версия песни очень зашла, поэтому я сегодня ей поделюсь. Но, опять же, она в дальнейшем вряд ли когда-то где-то еще прозвучит. То есть это буквально однократно вот сейчас мы услышим, потому что песня перерабатывается совершенно в другом виде будет. Примаем эфире на Радиошок программа Рокология. У микрофона Анастасия Трибонская. У нас сегодня в гостях Михаил Фомин. Сейчас был максимальнейший эксклюзивный эксклюзив «Теплый снег» от проекта «Экзегеза», который никогда больше в таком виде нигде не будет услышан. Так что, кто сегодня эфир слушал, те молодцы. Остальные, ну, увы, пропустили. Увидите эту песню в совершенно ином звучании. Ну и, собственно, у тебя же есть свой проект «Укримикс». Да, да, вот в данный момент прямо в печке находится монтаж свежего видео. «Укримикс» уже готов. В смысле, аудиодорожка. И уже отснят весь материал. Четыре съемочных дня у нас было. Там такое, ребята, короче, очень провокационное будет видео. Ну, посмотрите, когда выйдет. Не знаю, надеюсь, мы там попытались тоже с друзьями. Спасибо всем, кто помогает. Вот там немножечко внедрить нейросеть. Короче, много чего будет. Посмотрим, что из этого всего получится. Надеюсь, что в течение октября мы все это дело доделаем. Покрасим красиво. И думаю, что через месяцок я свежий «Укримикс» выложу в видео и аудио. Что это за песня, пока не поделишься? «Рожденный быть звездой». С нетерпением ждем. Ну, кстати, «Рожденный быть звездой» что-то провокационное. Там же песня такая как-то. Да, но это же «Укримикс». Это же не песня. Это же испорченная песня. То есть истинным фанатам проекта Грушенев и, в частности, фанатам этой песни лучше не смотреть и не слушать? Не, почему? Все могут смотреть и слушать. Кто как хочет. Это просто творчество. Мне просто надо было вот это вот все из себя вытащить. Вот так вот сделать. Именно вот так. Я не знаю, откуда это берется. Не знаю, откуда это приходит. Вот просто приходит и получается то, что получается. Я не знаю. Посмотрим. Ты изразделаешь, что это моя другая сущность. Я за это не отвечаю, да? Ну, наверное, что-то типа того. Мне сложно как-то это упаковать в понимание. Не знаю. Ну что ж, с нетерпением ждем. Обязательно все увидим и услышим. Обязательно. Пока подписывайтесь. И да, напомню всем, что сейчас же стартует и уже, можно даже сказать, идет тур проекта Грушенев. По случаю юбилея альбома «Столкновение» и «Фаворит солнца». И 3 октября в Санкт-Петербурге, а 5 октября в Москве всех ждем, приглашаем, приходите. Будет круто. Обязательно. Ну и также, пользуясь случаем, 4 ноября, клуб «Ласточка», наш фестиваль «Трибунафест», где сыграют в Шардам манекены Эдо и Гештальт. Тоже всех обязательно ждем. Остался месяц. Представляете, ребят? Ужас. Да, попробуй зайти. О, это классно. Будем с нетерпением ждать. Тем более, это еще и мой день рождения. О, вообще круто. Да. Стараюсь быть. Так что, обязательно. Ну и возвращаясь к проекту «Кукремикс», у тебя же там есть свой мерч, который регулярно обновляется. И уже в чате писали, будет ли серия мерчатку «Кукремикс» этой осенью. Обязательно. У меня, во-первых, еще много чего осталось из того, что было. Еще и разрабатывается свежий дизайн. Мой племянник, по совместительству дизайнер, уже работает над этим. Мы уже обсудили детали. И он, в общем, потихонечку рисует, разрабатывает. Я думаю, что он будет не хуже, чем предыдущий. Я думаю, что это просто огонь будет, на самом деле. Есть еще кое-какие идеи по разнообразию ассортимента. Обязательно этим займусь. Ну, то есть, у меня как бы все в процессе. Я говорю, у меня много дел, параллельно друг к другу идут. Главное, ничего не забыть, все записать и вовремя сделать действие, чтобы все это воплотилось в жизнь. Да, будет обязательно мерч, конечно. Так что заказывайте фанпаки и на концертах тоже приходите, покупайте. Там прикольный будет дизайн и прикольный стафф разный. Ну, классно. А получается, вот весь мерч этот именно твой племянник разрабатывает или только вот новую партию? А до этого кто-то другой был дизайнером? Последний дизайн делал племянник. Все, что было предыдущее, это я сам там мудрил. Прикольно. То есть, логотип это все тоже сам создавал, да? Да, да. Просто вот что-то в голову приходит, я раз и сделал. Потом другое что-то, чтобы на месте не стоять. Но вот последний дизайн мне самому очень понравился. Саша постарался. И многие люди похвалились, сказали, что хорошо. Ну, я просто это вижу, если честно, по продажам. То есть, как бы, действительно, очень людям нравится. Люди покупают, носят. Мне очень приятно, что люди, как бы, заценили эту тему. А по какому принципу решаешь, что будешь делать еще? То есть, у тебя там постоянно что-то новое дополняется? То есть, какие-то там наклейки, браслеты, футболки, кепки? Да, кстати, наклейки, да. Наклейки, вот тебе кучка наклейок, пускай будут. О, Капель, спасибо большое. Да, ну, просто приходят идеи в голову. Я что-то за что-то цепляюсь, что-то отсеиваю, так называемое весло, что называется. Есть просто какие-то позиции, которые, ну, не очень люди, как бы, покупают. Но при этом я не расстраиваюсь, я беру что-то другое, делаю. Сейчас у меня вот есть идея сделать изделие из кожи, ручной работы с логотипчиками. Очень прикольные есть вещи. У меня друг занимается кожей и хочет поучаствовать в этом. То есть, будет мерч такой уже посерьезнее местами. И хочу сделать другой вид кепок, вот, новые футболочки заказать. В общем, будет обновление, да. Ближайший месяц, я думаю, скорее всего. Ну, классно. А какой, кстати, мерч на концертах берут чаще, твой или Грашенева? А я... Супер. Я, честно говоря, не особо интересуюсь. Просто, как бы, мне потом после концерта отчитываются, что сколько было куплено, рассчитываемся и все. А кто больше и чего продалось, я не знаю. Это как-то не особо соревнование. Хорошо, что люди, как бы, покупают на память себе какие-то вещи с концерта. Я считаю, что это очень правильно. Это интересно. И на память, действительно, как бы, почему бы нет. Ну да, и тем более, реально, мерч-то классный. Как раз вот то, к тебе на татуху придут, и мне один мерч подаешь интервью, другой вот тоже периодически собираю. А я тебе все забываю наш мерч принести. Я тебе наклейки голубя уже почти год пытаюсь отдать. Да? А у тебя здесь нету их? Нет, я их все время даже сюда забываю принести, чтобы на дверь наклеить. Так что, о чем там говорить? Ну вот, придешь на фест, я тебе подарю. Договорились. Хорошо. Все, в эфире сказано, так что теперь точно. Ну и так, плавно переходя к проекту Горшенев, в этом году вышел лайв-альбом с лучшими песнями Кукарникса с симфоническим оркестром. Собственно, программа, которая каталась по стране с концертом, и не только по стране, насколько помню. С оркестром? Нет, с оркестром мы выступаем только в столицах. Вот. Мы в прошлом году выступили, и это было все записано, зафиксировано на видео, на аудио, и в этом году частично было уже опубликовано. А я была верна, что вы даже по городам ездили с оркестром? Нет, 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 с оркестром мы ездили только в Москву и Петербург. То есть, это большие были концерты, большие площадки. Это очень большая, серьезная подготовка, очень масштабное действие, поэтому возить его по стране достаточно сложно. Вот. И, честно говоря, у нас же проект Горшенев, и у нас очень тоже, у нас как бы многозадачная история деятельности. То есть, у нас есть широкий диапазон, чем мы занимаемся одновременно. У нас есть много разных программ. Помимо всего, еще Алексей занимается сольным творчеством, я имею в виду Фауста, и еще у него там есть много разных наработок, о которых я не буду рассказывать. Это уже вопросы к нему непосредственно. Плюс он пишет музыку для кино, то есть, он весьма и весьма занят студийно. Вот. И в этом и есть, как бы, суть проекта, что у нас много разных программ. У нас есть программа Есенина, есть акустическая программа, есть программа с симфоническим оркестром, программа Королешта, которую мы вот целый год сейчас отъездили по всей стране. Очень удачно. Хорошая была программа. И на данный момент вот мы сейчас разработали программу столкновения фаворит солнца, которую повезем теперь в ближайшие, наверное, полгода, может быть, даже год. Ну, скорее всего, я думаю, до лета мы будем возить эту программу. Ну, вот. И надеюсь, что с оркестром, если все будет хорошо, надеюсь, мы следующей весной в мае, наверное, дадим опять пару концертов в столицах. Очень интересный опыт, который хочется повторять и повторять ежегодно. Ну, да, это необычно, тем более, это, по сути, как раз был мой первый такой именно настоящий, не фестивальный, а именно клубный концерт Горшенева как раз с оркестром. И это зрелищно. Клубный? Мы же не в клубе играли. Ну, в смысле, в помещении. А, ну да. Вот, то есть до этого кто-то видел на одном панели, а тут в помещении как раз, да, это был первый концерт. И вообще раз, каково тебе с оркестром играть, расскажи. Очень круто. Я чувствую определенную ответственность. И от этого чувствую определенное, сложно это словами выразить, трепет. То есть я вдохновляюсь, работая с таким количеством талантливых людей, образованных людей в музыкальном плане, с которыми нам приходится играть. Мы в прошлый год играли с одним оркестром, с одним дирижером, в этот год с другим. Это всегда интересно, всегда по-новому. Плюс ко всему мы программу тоже меняем. И самому интересно тоже работать каждый раз со списком песен, со всеми этими людьми. Ну, это сложно описать словами. Ну, во-первых, это большая ответственность. Потому что очень много людей, ты как барабанщик, как человек, который дает музыке скелет. То есть отсчет, темп. Я чувствую на себе огромную ответственность. И мне от этого лестно, что ли. В общем, мне нравится играть с оркестром очень. И очень по-новому красиво звучат наши песни в такой аранжировке. Мне очень нравится. А на барабанах, получается, только ты, да? На барабанах я и у нас перкуссионист Алексей. Он всегда мне помогает, поддерживает. То есть какие-то вещи на нем тоже держатся. А, кстати, не было ли у тебя желания сделать какую-нибудь песню? Вот чисто там был в Москве недавно там мега-рок-шоу, там шоу тысячи музыкантов, где было очень-очень много разных музыкантов. Там барабанщиков было много. Вот не было ли желания сделать что-то похожее, там какой-нибудь кавер, где прямо там, не знаю, человек 5-10 барабанщиков только будет? Самому организовать все это дело? Ну, либо самому, либо поучаствовать. Нет, поучаствовать точно нет. Не очень интересны такие истории. А организовать нужно понимать для чего, какова мотивация. То есть пока у меня таких идей не было, я не знаю, я не очень люблю барабанщиков. Делиться с кем-то еще? Нет, вообще нет, 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 не об этом речь. Просто я не настолько, видимо, погружен в саму вот эту барабанную тему. Я вот не сижу там с утра до вечера, не смотрю там, не разбираю видосы там, не колбашу этот пэт там, не тренирую там руки-ноги, чтобы у меня там все скакало быстро, там какие-то рудименты там усложнить. Мне это не очень интересно. Мне, во-первых, всегда интересно было играть в банде и сейчас. То есть мне интересно, когда взаимодействие есть между музыкантами. И вообще я смотрю на музыку в общем. То есть я смотрю на полотно, на целую песню, как она звучит. Именно больше как аранжировщик, как импозитор. Потому что барабаны это всего лишь... Я ощущаю, что барабаны это часть песни. Может быть, какая-то основа. Но я не могу даже назвать себя просто вот я там барабанщик. Ну, я, несомненно, я играю на барабанах. Да, можно назвать, наверное, себя музыкантом. Но как бы я больше люблю музыкой заниматься в общем. То есть мне нравится и на других инструментах играть. Мне нравится создавать полотна, нежели просто сидеть и там долбить по барабанам, по тарелкам. Это, конечно, круто, но это всего лишь часть, небольшая часть вообще деятельности. А у тебя никогда не было желания сменить инструмент? Нет. Ну, барабаны это как-то мое. Я просто... Мне нравится. Я люблю это дело. А другие инструменты я часто использую. Я много на чем играю. Конечно, может быть, совсем не на том уровне, как на барабанах. Но для меня не важно. Бывает так, что, чтобы сделать в песне какую-то определенную партию, можно наиграть, как ребенок, буквально несколько ноток, и они будут самыми важными, самыми запоминающимися. То есть не всегда нужно быть определенными знаниями, быть обремененным и иметь какую-то образованность, может быть, или там усложнять все настолько, чтобы это было вау. Возможно, это должно быть очень просто и очень доступно для того, чтобы это стало интересным, запоминающимся или привлекательным. То есть, на мой взгляд, можно две нотки вставить на пианинке, и они станут самыми главными, которые сделают эту песню хитом, может быть, понимаешь. Но, безусловно, интересно слушать музыкантов, которые в своем деле просто мастера. То есть можно просто залипнуть, услышать. Я работаю сейчас, мы делаем с Сережей Ангелом, есть такой интересный человек, очень талантливый музыкант, замечательный, он работает звукорежиссером в Михайловском театре, а так он играл на акустической гитаре в альбоме «Театр демона» в «Короле и шуте», и даже гастролировал с ними местами. Вот, и теперь мы с ним... У нас есть несколько там проектов, идей интересных. Вот, ничего пока больше рассказывать не буду, но, возможно, в одном из следующих кукремиксов, скорее всего, будет участвовать как раз Сережа Ангел. И вот по поводу мастерства, что когда он, бывает, приезжает ко мне на точку, и пока я там ставлю чай или готовлю, может быть, настраиваю аппаратуру, чтобы мы с ним поиграли и записались, он просто сидит и что-нибудь там потихонечку себе наигрывает. И это безумно залипательно. Это так уносит тебя просто. Ты пока делаешь какие-то свои дела, слышишь, что он там сидит потихонечку себе наигрывает, и это просто... Даже не описать словами, насколько это прикольно, это просто улет. И насколько человек владеет инструментом, насколько он чувствует музыку, и невозможно не залипнуть просто. А если ты еще и слышишь, можешь слышать музыку, понимать ее, то ты вообще в восторге остаешься от того, насколько человек талантлив и развит в этом. И вот надеюсь, что у нас все-таки с ним что-то интересное, какой-то симбиоз произойдет, потому что синергия чувствуется, и я думаю, что мы что-то интересное с ним выдадим. Классно. Тоже будем с нетерпением, конечно же, ждать. И вот тоже хотел спросить по поводу оркестра. Не было ли желания, поработав так вот с всем, ну, с этим, собственно, оркестром, тавтология, использовать его для каких-то своих проектов других? Этим занимается Алексей Горшенев. Он работает именно очень... Он стал работать с большими формами. Ему нравятся огромные масштабные работы, которые очень, весьма и весьма сложные. То есть я, это совсем пока еще далеко не мой уровень. То есть я еще до такого не дорос вообще даже близко. То есть то, чем занимается сейчас Алексей, то есть помимо того, что он материал берет, безумно сложный, очень серьезный, я имею в виду Фауст, например, да, и еще там божественная комедия. То есть это такие основополагающие столпы вообще мирового искусства и культуры, которые он еще обрамляет в свое видение, все это перерабатывает. И вот он задействует музыкантов, именно вот целый оркестр для записи, и очень скрупулезно подходит к своему процессу, вот этому рабочему. Но я пока до такого не дорос. Конечно, частично я использую, то есть как бы не то, что неправильно сказать, наверное, использую, я прибегаю к помощи знакомых и друзей музыкантов, которые владеют оркестровыми инструментами, струнными, духовыми, которые использую в каких-то определенных полотнах. Но это не так часто, и это буквально вот, то есть один, два, три, может быть, человека, там, до, 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 там, квартет-контет. То есть целый оркестр использовать – это очень широко и сложно, и дорого. То есть тут надо учитывать, это серьезные как бы заявки. А какой инструмент вот самый необычный ты использовал в ком-либо из своих проектов? Необычный. Я, бывает, в полотна вставляю очень интересные инструменты. Допустим, «Свисток смерти» я недавно использовал в одном, в одной песенке. Это такой мексиканский, такая черепушка. В нее, когда свистишь, дуешь, она очень страшный звук такой издает. Вот, бубен, бывает, использую, рейн-стики, ну, то есть разные такие интересные перкуссионные инструменты, которые создают какие-то эффекты, там, от шума дождя до... Ну, много чего, всякие эксперименты происходят, да. Всего вот так вот не расскажешь, потому что все зависит от полотна. Вот чего требует песня. Если вот песня по настроению, вот она требует какого-то такого определенного звука, ты его пытаешься найти. И ищешь какой-то определенный инструмент, с помощью которого ты можешь этот звук воспроизвести и записать. И это может быть все, что угодно, вплоть до удара по столу. То есть вот с определенным эхом, может быть, накинуть какие-то эффекты, и этот удар будет самым важным, может быть, вот в этом вот полотне. То есть тут по-разному все бывает тоже. Эксперименты, эксперименты. Здесь главное слышать и правильно слышать. Да, и желательно пытаться понять, что ты хочешь делать, то ли ты делаешь. Потому что, ну, часто бывает, что ты воротишь, воротишь, много всего делаешь, делаешь, а потом в какой-то момент понимаешь, что это все было лишним. То есть, что перебор. Ты как-то что-то навалился, он навалил, и потом, блин, идея основная пропала, то есть, который вот замысел был, он как бы исчез. Только из-за того, что ты перебрал немножко. Вот, и такое тоже бывает. Из-за этого тоже очень много вещей осталось в столе, потому что начинать все заново просто не хочется. И как бы ты уже, а, перегораешь, и начинаешь уже работать на чем-то другим. Поэтому очень много материала не выпущено, да и бог с ним, мы будем делать дальше новое, свежее, интересное. Ну да. А получается, вот проект Ярна, у тебя там больше все идет именно по этническому, да, такому что-то? Ну да, мы с супругой занимались этим проектом. Да, он с уклоном, наверное, к фольклорную такую сторону, русскую, может быть, даже отчасти народную. Вот, но давно мы ничего не делали совместного, пока вот как-то на паузе. Это немножко стоит. Вот этот проект пока встал на паузу. Чтобы дальше посмотрим, невозможно разорваться. Ну, это да. А ты к Фаусту отношения не имеешь никакого? К Фаусту? Ну, почему? Алексей, ну, я записал практически, наверное, ну, все барабаны туда, вот, которые готовят сейчас вторая часть. То есть Алексей как-то создает полотна, но он там набивает какие-то барабаны электронные, то есть миди, вот, накидывает примерно, что, как он слышит, что ему нужно. А когда песня уже более-менее собрана и готова для записи, естественно, как бы мы едем на студию. Я заранее изучаю все партии, предлагаю ему разные варианты, записываю демо на своей студии. Потом мы из них выбираем наилучший, более подходящий вариант, собираем всю барабанную партию и уже едем на профессиональную студию записывать частовые барабаны. И практически на весь Фауст, я думаю, что там на 80% материала барабаны записаны мной. И, да, надеюсь, что это все очень красиво будет. По крайней мере, мне очень понравилось работать именно вот с этим материалом, потому что это очень интересно. Я с таким еще не сталкивался. И, кроме всего, это действительно нечто особенное. Помимо того, что Фауст вообще-то такое произведение очень серьезное, а там вторая часть — это вообще просто огонь. Вот. И интересно в этом всем поучаствовать, окунуться в это и тем более помочь Лехе с барабанами. Если я могу, если он просит, я всегда за, конечно. Ну, классно. То есть, да, там действительно, что вот первая часть, которая уже, собственно, в общем доступе есть, там нужно прямо вот сесть, как бы все отложить и слушать, прямо вот максимально в это погружаясь. Еще желательно весь день освободить, чтобы потом еще осознать все. Ну, да, бывает, не с первого раза вообще заходит. То есть, тут такая история. Это довольно сложное, интересное, экспериментальное творчество. Такого еще особенно никто не делал. Чем мне нравится работать с Лешей? Тем, что он всегда берется за то, что еще обычно никто не делал. И, слава богу, у него большинство получается. И я прям радуюсь за него. Особенно сейчас он просто пышет энергией. У него огромное, такой потенциалище. Я просто вообще не понимаю, откуда все это берется. Но гений. Это вообще, я даже не могу понять. Ну, классно, да. А вот сейчас же, буквально сегодня вышел везде пост, что идут съемки клипа на песни из второй части. Есть там, да, да. Я не все знаю, сильных подробностей не знаю. Я в этом не участвую. Но, да, в курсе, что там идут съемки, да. Это, получается, на песню, которая вышла совсем недавно и которую мы сегодня будем слушать, да? Наверное. Я не буду ничего говорить. Это все вопросы, касаемые Фаусту, лучше задавать Алексею Горжаневу. Хорошо, ладно. Ну, и вот про эту песню. То есть, да, у нас композиция «Мгновение», которую мы чуть позже послушаем. Вот. И сейчас, то есть, есть песни, которые пишутся для каких-то проектов, там, рок-опер, метал-опер. И их слушаешь, ты вот понимаешь, что их нужно слушать только вот в контексте этой оперы. А есть песни, которые слушаешь. И вот, например, «Мгновение», я сначала, когда первый раз услышала, даже не знала, что она относится к Фаусту. И вот она воспринимается реально как просто отдельное произведение. Это тоже, наверное, как бы определенный талант для этого нужен и умение. Да, я считаю, да. Да, ну, то есть, сделать все вот так, чтобы она и отдельно от контекста слушалась, это, конечно, надо уметь. Ну, случайно, я думаю, это вряд ли получится. Это большая работа. А вот у тебя, помимо вот, ну, в «Окзагезе», да, там, что-то концептуальное, а вот нет ли, не было ли никогда желания сделать что-то вот именно чисто свое? Какой-то свой концептуальный проект, там, либо альбом? Есть. Насчет альбома, очень хотелось бы сделать альбом, но реалии и скорость современного мира диктует обратное. Диктует то, что альбом пролеснется быстрее, чем прослушается трек. И ты можешь очень долго над ним работать и очень серьезно вкладывать туда очень серьезные мысли. Но это не то, что там никто не оценит. Это просто пролетит вот так вот. Знаешь, как скроллит ленту вот так же. То есть, понимаешь, если фильмы сейчас, даже гениальные фильмы до конца, блин, недосматриваются, перелистываются, что уж говорить о музыкальных альбомах. То есть сейчас, как это называется, не знаю, там, вот это клиповое мышление. То есть еще даже быстрее, даже не клиповое. Сейчас уже все смотрят видосики, которые там, блин, 10 секунд. И скорее, что там дальше следующее? То есть я не понимаю, что вообще можно усвоить за такое количество времени, за 10 секунд. И во что можно углубиться за это время? Конечно, хочется концепции, но ее категорически мало вокруг сейчас. Я не понимаю. То есть, чтобы найти что-то действительно стоящее, что-то серьезное, интересное, нужно серьезно покопаться. Нужно углубиться и только так. Поэтому, скорее всего, я все-таки буду на пути выпуска просто по треково. То есть песня написана, выпущена, написана, выпущена, написана, выпущена. И желательно, конечно, все это еще с видосиками. Потому что визуальный контент очень тоже очень востребован. То есть человек... Не все можно высказать исключительно на слух. Нужно еще и подкреплять это визуальными образами. Тем более мне нравится это делать, мне нравится создавать. То есть, может быть, отчасти здесь что-то художественное во мне говорит. Мне нравится создавать видосы, нравится их монтировать, то есть режиссировать вот это вот все, раскадровки рисовать. То есть, как это должно выглядеть, чтобы в конечном итоге получилось то, что получилось. Опять же, откуда это берется, я не знаю. Но мне нравится быть в процессе. Чтобы почти в каждом деле, которое происходит в моей деятельности, я участвовал непосредственно. И выходит, что выходит. Кстати, очень тебя понимаю в этом плане. Ну и да, сейчас действительно все больше стремятся к тому, что все быстрее и быстрее. Поэтому либо здесь кто-то забивает вообще на все, и там 10 лет пишет один альбом, чтобы только его выпустить. Либо приходится постоянно выкидывать синглы, синглы, синглы. И потом, может быть, уже можно их собрать в что-то даже тоже концептуальное, либо просто какой-то релиз большой. Да, как хотите. Ну, в смысле, все можно и так, и так делать. Не бывает неправильного. То есть, кому как удобнее, кто какую мысль хочет донести, кто чего вообще в принципе хочет добиться. Это что же от мотива зависит. Что человек хочет добиться своей деятельности. Да. Ну, а пока наши слушатели думают, что же хотят они добиться, предлагаю послушать песню, которая располагает, как подумать на эту тему. Песня «Мгновение» проекта Горшенев. Слушаем. Остановись, мгновение, постой. Прекрасно так легко. Песня «Мгновение» Я высший миг Теперь вкушаю свой В прямом эфире на радио «Шок» программа «Рокология». У микрофона Анастасия Трибунская. В гостях у нас сегодня Михаил Фомин. Сейчас прозвучала композиция «Мгновение» проекта Горшенев. И всех приглашаем, и каждого буквально, на концерты 3 октября в Санкт-Петербурге в клубе А2. И 5 октября в Москве в клубе 1930 в Москву. Большой концерт по случаю 20-летия альбома «Столкновение» и «Фаворит солнца» альбомов. Обязательно приходите, подписывайтесь везде и всюду. У нас, кстати, в анонсе сегодняшнего эфира активные ссылки, конечно же, на проект Горшенев, конечно же, на Мишу и на Мишинсайт, что немаловажно, потому что там действительно просто сборище всего-всего-всего, и всего очень интересного и эксклюзивного. То есть, тоже подписывайтесь. А когда у тебя группа ВК появится активная? Сейчас скажу. И с этого месяца тоже у меня есть наработка. Есть человек, который, возможно, скорее всего, займется ведением моих ресурсов, каналов. Телега будет, скорее всего, канал «Дзен», «Бусти» и прочие ресурсы, которые заработают, скорее всего, в ближайший месяц. Я надеюсь, что я буду работать над обновлением контента намного чаще, чем это было сейчас, до этого момента. И все будет сконсолидировано в этих сетях, все будет одновременно выходить везде, и будет какой-то эксклюзивный материал, который будет выходить для подписчиков «Бусти». Какой-то материал будет выходить на всех остальных основных каналах. Это вы в скором времени все увидите, услышите, узнаете. И будет группа ВК тоже реанимирована. И, в общем, все, на что мне не хватало времени вести, эти каналы, и YouTube, и прочие, и Рутуб, возможно, займется мой помощник. Надеюсь, мы до 8-го числа должны встретиться, все, обсудить, договориться, и начнем работать. Так что, как все это появится, буду очень рад, если вы будете подписываться, следить. Постараюсь вас радовать почаще интересным разным контентом. Да, следите за новостями, как говорится, обязательно, когда все ссылки появятся, сделаем репост. Да, 100%. И вопрос из чата User968 пишет. Михаил, можно ли научиться чувствовать музыку, или это либо есть, либо не дано? Мне сложно ответить на этот вопрос, потому что я не знаю. Могу сказать по себе, что я, наверное, это любовь. Я просто люблю музыку. Я ее слушаю с детства, буквально ежедневно, почти всегда. То есть, я на это внимание не обращаю, но, наверное, человек, который меня мало знает, наверное, удивился бы, если бы провел со мной день, потому что я музыку слушаю практически всегда. Я, во-первых, довольно часто нахожусь в одиночестве. Стараюсь, по крайней мере, уединяться. И компанию в основном мне составляет именно музыка разная. Она меня вдохновляет, я много что из нее черпаю. Я как с собеседником постоянно нахожусь с ней в определенном контакте. И даже есть, я чувствую, что в определенные моменты бывает, что я нахожусь в тишине и понимаю, что мне не очень комфортно. Не из-за тишины, а из-за того, что как будто мне чего-то не хватает, как будто кого-то не хватает. Поэтому музыка, как-то к ней есть определенная любовь, и, может, как это чувство назвать правильно. У всех по-разному. Я могу сказать только за себя. У кого-то отношения с музыкой совсем другие. Я не знаю, как правильно. Научиться этому не уверен. Наверное, можно быть наслушанным, стать наслушанным. То есть, если ты слушаешь много разнообразной музыки, в ней хорошо разбираешься, это очень хорошо, очень интересно с такими людьми общаться, очень прикольно общаться с людьми, которые много знают разные интересные музыки. Это да, но при этом человек может быть совершенно далек от музыки, как это искусство. В смысле, не создавать музыку. Он может просто ее слушать и в ней хорошо разбираться. Но это же тоже, я считаю, что какое-то чувство музыки. Сложно ответить на этот вопрос. Как-то так ясно. Не могу сказать. Ну да. Кстати, абсолютно с тобой в этом плане согласна. Ну, потому что тоже вот музыку у меня, не знаю, 24 на 7, разве что ночью только иногда выключаю. И помню это вот, типа, детские разочарования, когда узнаешь, что, оказывается, не все люди слушают музыку. Да, такое бывает. А потом вдруг еще, помню, самое большое разочарование в жизни было, когда я лет в 10 узнала, что, оказывается, не все парни умеют играть на гитаре. Что это, оказывается, не дано просто, что это что-то обязательное. А оказывается, что не все это могут. Такой скилл по умолчанию. Да, да, да. Скилл по умолчанию должны играть на гитаре. Забавно. Вот, поэтому, ну, мне кажется, вот, отвечая на этот вопрос, что, наверное, можно научиться всему? Наверное, можно. Есть, если очень хотеть, если тратить на это силу, энергию, время, можно достичь, наверное, в любой деятельности каких-то хороших результатов. Другое дело бывает, что вот есть человек талантлив, вот ему просто дано, вот он берет в руки инструмент и сразу на нем начинает играть. Да так играть, что человек, который там, может быть, учился пять лет искусству игры на этом инструменте, не сможет так исполнить. Такое тоже бывает. Но при этом это не дает, это, может быть, дает карт-бланш какой-то определенный этому человеку талантливому, но не дает ему право не развивать это. То есть раз это человеку дано, он, мне кажется, не имеет права на это не обращать внимания или забрасывать это, или как-то типа относиться к этому безропотно. То есть если это у человека есть, очень хорошо, если он это развивает. Надеюсь, да, соглашусь. И вот вопрос такой, то есть часто музыканты говорят, что не желают такой же жизни своим детям. Как ты на это смотришь, и занимается ли у тебя сын музыкой, или пока еще нет? Мне в каком-то интервью тоже задавали подобный вопрос. Я так развернуто, даже излишне развернуто, по-моему, рассказывал, распинался про вот эту историю. Сын, да, у него определенный есть слух, у него определенный, я прослеживаю определенный какой-то талант. Он, то есть, очень чувствует музыку, ему это легко дается, но он пока что, видимо, этим немножко пренебрегает. Он не в том, наверное, возрасте, чтобы упасть с головой в это. Ему сейчас интересны другие истории, 9 лет, вот. Но я не настаиваю. То есть я вижу, что у него есть какие-то предрасположенности, но я его не заставляю там слушать музыку, заниматься им музыкой, там барабанить, не знаю. Вот я хочу, чтобы он делал то, что он хочет. Я не хочу отбить у него желание, добровольное желание чем-либо заниматься. Будь то музыкой лежит, еще какое-нибудь искусство или там, не знаю, наука, что угодно. Вот. Что касается, касается вот, начало-то, с чего у нас было, что детям не желает, да, вот это, быть музыкантом. Если это касается гастролей и вот этой всей жизни с этими атрибутами, которые как бы по умолчанию присущи, да, вот музыкантам с их образом жизни, на самом деле каждый сам решает, как поступать, что выбирать. Я могу сказать, что это очень интересно. И я, может быть, даже не выбирал этот путь, я просто его иду, я понимаю, что я по-другому бы жить не смог. Наверное, смог бы, но я не рассматриваю даже такой вообще вариант, поэтому мне кажется, это вообще не выбирает. Вот если это вот оно есть, оно вот как-то само собой происходит, и как-то жизнь сама тебя выпихивает на определенную нужную дорожку, которая у тебя потом начинает перед тобой стелиться, и ты по ней идешь, и она вот продолжается, продолжается. То есть не уверен я, что прямо вот если идти к тому, что вот я хочу там стать там рок-звездой, там гастролировать, там вот эти все гостиницы, залы, там с остальными вредными привычками, там что у человека именно так получится. Вполне может быть, что не получится. Вот будешь ты сидеть там в спальне с гитаркой, и все. То есть как бы и такое может быть. То есть, конечно, искренность намерения, она работает, и если прям работать над собой, идти вперед, все может получиться. Но вот советовать, типа, детям, вот, своему там ребенку, не желать там быть, не хотел бы. Может быть и прикольно, может ему понравится, может быть он... Ну вообще это очень интересная жизнь на самом деле. Я бы... Но с другой стороны, не каждый может вытянет подобные приключения, потому что они связаны не только там с весельем, и не только с получением каких-то удовольствий. Это... Ну это правда довольно серьезная такая работа, довольно тяжелая. Она... То есть это не нужно там сравнивать с какими-то техническими работами, которые тоже сложны по-своему. Ну это просто другое. А то, как убивать себя там, допустим, если касается вот этого вопроса, вот контекста, то убить себя можно и будучи не музыкантом совершенно. То есть тут как бы решай сам. Хочешь себя травить, трави. Не обязательно для этого гастролировать. Это да. И вот у тебя видел на странице видео о профессии, там родителей что-то было, какой-то школьный проект, вот. Расскажи, как его приняли, и как вообще у тебя ребенок относится... Ну, видео, что... День отца... Да, наверное, что такое. А, помню, да, было такое, да. Вот. Как вообще вот приняли его, и как относится у тебя сын к твоей деятельности? То есть понимает ли, что там его отец известный музыкант в известной группе, или пока еще, так сказать, не осознан? Понимаю, да. Конечно, он же ходит постоянно на мои концерты, и был на них, начиная от животика, в котором там болтался, заканчивая. Вот третьего числа он тоже придет обязательно, он практически ни один концерт не пропустил за свою жизнь. И всегда ходит, прикалывается, разбирается в песнях. Он, когда ему было года четыре, и вот эта установка электронная, маленькая дома у нас стоит, и вот он прощальный концерт куклы Никсов отыгрывал от и до все песни, и попадал во все удары. Я был, конечно, шокирован просто этим всем, и увидел тогда, что да, что-то у него такое и от меня есть. Без чего бы это. Да, и вот как-то... То есть я же ему не учил, не объяснял, не рассказывал. Он просто сам сел, стал слушать, смотреть, играть, и так с таким удовольствием, что я вижу, что, ну, прикольно, конечно. Ну, радует, радует, очень радует. Но как и что будет дальше, как это все пойдет, я пока не знаю. Но настаивать ни на чем не хочу. Вот, а касаться этого видео, ну, не знаю, тоже не совсем ко мне вопрос. Я его сделал, отправил по просьбе. Надеюсь, что понравилось. Ну, как сказали, что... Как мне сказала супруга, она общалась с классным руководителем, с людьми со школы, что детям очень понравилось, и сами преподаватели были очень... Сказали, что это очень мило. Вот, и как бы очень всем понравился формат, что это было так быстро, круто сделано. Я, на самом деле, вот за день снял, за ночь смонтировал и выслал, потому что было категорически мало времени на это все, и все папы как бы отказались от участия в подобном ивенте. И... А я как-то... Ну, почему бы нет? Плюс ко всему интересно, что... Посмотреть, как отреагируют, там, может быть, дети, что вот бывают такие вот папы, вот с такой вот профессией, вот так вот живут свою жизнь, вот. Как бы... Я считаю, что это немножко нестандартно тоже, то есть... Такая работа. Для тебя это как будто какой-то очередной, там, не знаю, видеорепортаж, там, с концерта, то есть... Ну да, как я раньше занимался, типа, влог. Да, да, да. Ну, здесь, получается, просто сделал, как бы, уже с конкретным адресатом, вот, в школу, в класс своему сыну. Ну, было забавно посмотреть, да. Спасибо. Увидела вопросы в чате, писали аж в 12 дня, видимо, в ожидании эфира, весь день люди ждали эфир. Пишет юзер 443, постоянная смена имиджа, это поиск себя? Нет. Я играю. Я всю жизнь играю. Я вот хочу так, хочу так. У меня приходят в голову какие-то мысли, идеи, я стараюсь их сразу как-то воплощать. Они касаются как личного образа, вот, как я сейчас выгляжу здесь, так касается образа на сцене, так касается работ, которых я делаю, хоть видео, хоть аудио. Это просто... Я просто живу свою жизнь, и из меня что-то выходит. И в том числе мой внешний вид, это тоже как вот часть вот этой вот игры под названием «Жизнь». То есть, я не знаю, это как-то вот просто само собой происходит. Я придумал, окей, пускай будет так, пойдет так, потом что-то еще поменяем. То есть, мне просто нравится меняться, и нравятся эксперименты разного рода. Ну, прикольно, да. У нас, кстати, в прошлом интервью тоже этот вопрос поднимался, как я помню. Так что, пересматривайте интервью тоже. Там ответы на многие вопросы интересные. Вопрос тоже от этого же юзера. Будут ли какие-то новые проекты, или, может быть, возвращение к старым? Ну, мы уже практически все обсудили, да, в течение сегодняшней программы. Можно одну день назад послушать. Да. Не, ну, Маля, может быть, что-то запланировал новое, что еще не рассказал? Есть, но я ничего больше не буду говорить. Потому что то, о чем мы сейчас сегодня поговорили, это уже предостаточно, я думаю. Да, ждите. И вопрос, будут ли отличаться питерские и московские концерты в день рождения Алексея? Будут ли сюрпризики? Между собой Москва и Питер? Да. Ну, да, конечно, будут отличаться, потому что 3-го числа, как я говорил, будет юбилейный концерт, где будем поздравлять с днем рождения наших замечательных творцов, которые будут на сцене. А в Москве, наверное, уже это будет не очень актуально 5-го октября, поэтому я думаю, что будет просто вот эта программа, но в ней также будут участвовать Дмитрий Гусев, вот, а в остальном программа будет той же самой. Так что приходите и увидите. Обязательно приходите, да, я надеюсь, всем понравится. К минимуму, клубы и площадки точно будут разные. Да, как минимум, да, ну и люди, соответственно, да, в большей части. Да, города и так далее. Так что приходите 3-го и 5-го октября в Петербурге и Москве. И вопрос такой, собственно, ты принимал непосредственное отношение к созданию группы Шардем, вот, буквально на днях вышла у группы песня новая, называется «Кукуруза». Что о ней можешь сказать? Слышал демо. Демо я похвалил, когда слышал, когда мне Николай показал демку, я услышал ее в определенном звучании, которое мне очень зашло, и я ему подсказал, что говорю, попробуй сохранить вот именно вот такое звучание. Но Коля сделал по-другому, он, видимо, тоже ищет, как любой творец, пробует разные варианты. И сейчас она вот, то есть, конечная версия звучит так, но в демо она была совершенно другой, и в демо она была более оригинальной, ну, на мой взгляд, исключительно субъективно. Вот. Но в любом случае, как бы, я рад за Николая, рад, что он не останавливается, а рад, что он продолжает свою музыкальную деятельность и воплощает в жизнь свои задумки. Слово «тень» дело. Есть люди, которые мечтают, думают, говорят, но не делают. А есть люди, которые все это воплощают в жизнь, берут и делают, чтобы получился конкретный, практический конечный результат, который можно увидеть, услышать, пощупать. И тогда это уже есть. А все остальное нет. Все остальное – это теория. Да. И чтобы все это увидеть и услышать, и прочувствовать, приходите 4 ноября в клуб «Ласточка» на наш фестиваль, где Шардам, конечно же, сыграют. И вот по той причине, что ты, Дмитрий Агонян, то есть такие как бы люди-то небезызвестные, небезызвестные группы стояли у истоков этой группы, этого проекта Шардам. Я часто задаюсь вопросом, почему же коллектив только сейчас начинает набирать обороты? То есть, казалось бы, люди там ходят на концерты ради только одного гостя, который выйдет на одну песню, вот или просто в зале появится. А вот здесь были, считай, авторами песен, авторы аранжировок, такие как бы музыканты. И почему вот эта аудитория не сохранилась? Ты считаешь, почему так получилось? Я понятия не имею. Я не особо связываю там количество слушателей от участия определенных людей в проекте на самом деле. Ну, может быть, я не лукавлю, это действительно, то есть, ну, на мой взгляд, опять же, субъективный, я не уверен, что это так работает. Может быть, если, конечно, мы бы там были какими-то реально большими там какими-нибудь людьми там, которые вот лишь бы там только увидеть, посмотреть, ходили бы люди там. Я не знаю, мне как-то все это, я по-другому отношусь к музыке и по-другому отношусь к созданию музыки. А слушатель, как он, что он там хочет, как это увидеть, что, меня, честно говоря, не очень это сильно интересует. А то, что они начинают развиваться, это значит, что они работают. Это значит, что несмотря на любые трудности, на какие-то истории, там, смены составов, там, работа над материалом, там, какие-то еще истории, все это, корректив проходит, и автор в первую очередь, как Николай, то есть, как бы, проходит и растут, растут над собой, и продолжают действовать, и продолжают записываться, создавать новые песни и делать концерты. И это самое важное, это и есть жизнь. А кто участвует в коллективе? Ну, тогда у истоков, ну, стояли мы с Димой, просто помогли Колес сделать, там, первые песенки. Потом, как бы, откололись, но только из-за того, что, как бы, ну, действительно, у нас не хватает времени на все, потому что невозможно заниматься всем одновременно. И поэтому, как бы, Коля дальше стал заниматься сам, у него, получается, пускай делает отлично. То есть, я очень рад за него. И очень рад, что у них сейчас вот какие-то результаты положительные. Отлично. А вообще, как тебе то, что вот сейчас группа выпускает, то есть, смотришь ли там, анализируешь с тем, что было и что есть, или просто там так чисто? Не совсем анализирую, просто Коля, конечно, присылает, я все слушаю, я слушаю демки, где-то там он просит что-то поправить, высказать свое мнение, что не так, что добавить, что убрать. Это есть. Поэтому я больше, получается, участвую даже здесь, как бы, как в роли как-то косвенно помогающего, что или создание материала, нежели как слушатель. Поэтому я анализировать не могу, наверное, объективно. И Коля там, бывает, просит меня помочь там с какими-то интро там к выступлениям живым, там еще какие-то вещи там где-то бывает помогают делать. Ну, поэтому я тут больше как участник, скорее, состава, нежели слушатель у меня. Сложно воспринимать эту музыку, как кто-то ее создал, и я, типа, вот раз ее и слушаю, типа, как слушатель. Вот не получается так у меня особенно. А вот интрофу к песне «Ночь» тоже ты делал? «Ночь»? Это то, что вот свеженькое, новенькое? Наверное, да. Я только название песни. Просто рабочие названия могут отличаться от официальных. Возможно, ну, последний интро делал я вот. То есть он просил меня на концерт, типа, пожалуйста, посмотри. Я там что-то поковырял, отправил ему. Он сказал, очень хорошо, типа, давай, типа, ну, будем развивать в этом ключе эту песню. Наверное, да. Я же не был на концерте просто в курсе. Ну, вот, собственно, в Москве открывали в этот раз не «Карнавалом», а «Песни ночь» сет. Там жаги были вначале? Да. Да, значит, это мое интрофу. В общем, было классно, реально, очень такое сразу с первого звука в погружение в эту всю историю, тем более у Шардам уже все это именно образами так создается. Да-да-да, Коля умеет, да, с этим работать. Молодец, он тоже художественно к этому подходит. Да, ну, и как бы, пользуясь случаем, раз уж у нас сегодня день премьер, послушаем давай премьеру песни группы. Да, с удовольствием, конечно. Кукуруза от группы Шардам в прямом эфире на Радио Шок. Поехали. Название супер. Я разрешаю всю обойму в этот отряженный мешок. Молитва и стойной забор, любое зло сживает с ног. Я разрешаю всю обойму, палец давит на курок. Летят со звоном, гельзы на пол, дым труется в потолок. Кто здесь? Кто здесь? Мы здесь. Мы. Все еще мы. Как ни странно. Сейчас у нас внезапно, во время эфира с барабанщиком проекта Грушнев прозвучала песня группы Шардам. Но все нормально, потому что Миша имеет непосредственно отношение к этому коллективу, песне, группе и так далее. Так что у нас сегодня что только не звучит. И сегодня день премьер у нас просто из пяти композиций три премьеры. В общем, да. Так что это ли не прекрасно? Прошу прощения. Не болей. Да, у меня всегда все на ногах. Тоже на кастролях температура сидела, но я уже привык. Это нормально. Рук на руку. Тоже весело, конечно. Ну и мы всех и каждого все еще по-прежнему и всегда приглашаем на концерты 3 октября в Санкт-Петербурге в клубе А2, 5 октября в Москве в клубе 1930 Москву на большие концерты, посвященные 20-летию альбомам «Столкновение в варит солнце», а еще и 3 октября, день рождения Алексея Горшенева. Да, да, да. Обязательно приходите. И не только в столицах, а на все последующие концерты, которые будут у нас в регионах проходить, обязательно приходите. Вам должно понравиться. Да. Приходите в сообщество, активно ссылка в анонсе везде указана и смотрите, куда, собственно, группа приедет. И есть прекрасная песня «Крик», которая сейчас везде лидирует. Она раньше везде гуляла по группам только лайвом, потом это вышло, собственно, с симфоническим оркестром. Планируется ли полноценная рок-версия? Да, студийная версия будет, она у нас уже даже записана, но мы планируем все-таки, я надеюсь, что мы выпустим EP, а может быть даже полноценный альбом, просто все из-за деятельности немножечко сдвигается вперед. Не хочется сделать быстро нахрапом и так себе хочется уделить серьезное внимание этому. Барабаны, на самом деле, записаны практически уже на все свежие песни. Их уже порядка семи точно есть, в том числе и «Крик». Вот, и песня могу точно сказать, что очень интересная. Лично я вообще прикалываюсь с новым материалом, который у нас пишется сейчас потихонечку. Это, на мой взгляд, это нечто новое. Интересные приемы. Вот мы с Лехой там ковыряем. Но по срокам ничего не буду говорить. Когда, что планируется. Ну, в следующем году, я надеюсь, все это услышите уже в студийной версии полноценной. Классный. Кстати, вот тоже спрашивала Коля, думала, может быть, он знает, он не знал. Поэтому, раз уж ты сегодня пришел на эфир, спрошу тебя. Кто мне скинул, товарищ, лайв тоже песни. «Июльский бал» и «Куда ты смотришь солнце». Можешь сказать, что это вообще за песни? Откуда они взялись? Потому что они же нигде, по крайней мере, на альбомах я их нигде не находила. Я не помню эти песни. «Куда ты смотришь солнце» я эту песню знаю. Вторую песню не помню с трудом. «Голова дырявая», очень много информации. То есть, прям такие плохенькие, плохо записанные лайвы. То есть, прям явно где-то с каких-то концертов. Вполне возможно. Где-то когда-то что-то исполнялось. Не представляете, сколько тысяч песен было исполнено за эти годы. И упомнить, какую, где мы когда делали, исполняли. И, может быть, это вообще было еще задолго до моего прихода в «Кукерникс». Возможно. То есть, я не могу сказать. Просто не помню. То есть, это, видимо, что-то из неизданного и того, что уже никогда не увидит цвет? Наверное. Не знаю. Я просто даже не помню, что за песня. Правда, вот не могу вспомнить. Ну, хорошо. Получается, у проекта, насколько помню, сейчас еще и акустический EP пишется. Да. Это интересная, интересная, свежая работа, которую Алексей доверил делать мне, аранжировать, записывать. Вот я... Мы отобрали шесть песен, когда мы играли акустическую программу. По-моему, в позапрошлом году мы давали последние акустические концерты в столицах. Несколько песен, на наш взгляд, получились более-менее удачными, вот, в акустическом звучании, и мы их отобрали, и решили попробовать записать. Начался процесс. Я записал барабаны, перкуссию, а потом мы записали бас. Бас писал перкуссионист наш Алеша Богданов. Вот, и плавно это все текло. Потом в какой-то момент Алексей занялся Фаустом и остальными своими работами, и как бы ему стало не до этого, не совсем до этого акустического материала. А так как уже практически половина работы, ну, по крайней мере, ритм-секция уже была сделана, я не хотел это все бросать, оставлять в ящике, и поэтому, когда я начал советовать с Алексеем по поводу дальнейшего судьбы вот этого материала, дальнейшей, он сказал, ну, если хочешь, возьмись и доделай. Примерно так это звучало, я не могу точно сказать. Вот, я подхватил и стал продолжать вот эту эпопею с записью вот этих шести акустических вещей. Там и материал Кукры Никсы, и материал проекта Горшенев есть. На данный момент все уже записано и сводится. Половина материала, даже уже три песни уже сведено и готово. Осталось нам свести три последние песни. И я надеюсь, что даже уже в этом месяце, тоже в октябре, все будет готово, как и когда, и где, каким образом это будет опубликовано, я не могу сказать, потому что этот вопрос в основном решает как бы наш директор и Алексей непосредственно. Поэтому мое дело было довести дело до конца и создать этот материал, собрать, сконсолидировать, наверное, так будет правильнее сказать. В записи участвовали наши друзья. Сначала была записана база, соответственно, это барабан и перкуссия, бас, ритмика и две акустические гитары. Соответственно, Сергей и Евгений записали гитары. Сергей играл на двенадцатиструнной гитаре, которая вот Миша Горшенева, она как трофея у нас как бы частенько используется в разных работах. Вот. И позже, когда мы послушали, что получается, мы с Алексеем решили, что картинка немножко пустовата и необходимо разнообразить полотно, разукрасить его. И я стал приглашать наших друзей-музыкантов разных. Это Миша Дегтярев, с которым мы много работали. Это замечательный музыкант. Он записал нам виолончель. На этот материал также Дима Решко, Каспер, который играл на скрипке в Королейшете. Он нам записал скрипочку партии. Василий Еретин, с которым мы писали экзигезу из Москвы, он записал нам трубу в этот материал. Радик из Шардама. Вместе с ним мы пописали клавиши, пианинку в этот материал. Вот. И еще там местами есть саксофон, который исполнял наш световик, художник по свету Сергей Смехов. Вот. Есть в одной песенке там и саксофон. В общем, интересная получилась картинка, интересное прочтение некоторых композиций. В очень скором времени это все выйдет, вы все это услышите. Я очень рад, надеюсь, что всем понравится. Рад, что я смог это дело добить до конца. Вот. Женя Фараджев, наш старый друг в Москве, помогает нам со сведением и мастерингом. Мы с ним плотно и довольно давно работаем. Мы с ним начали работать еще с альбомом «Майселф». Получается, с 2012 года. А так мы с ним знакомы еще лет на 10, наверное, больше. Вот. И как бы он нам помогает с постпродакшеном, с вот этой вот обработкой звука, чтобы это все звучало красиво, громко, сыто. Вот. И, в принципе, вот одна из песенок, которые мы готовы сегодня поделиться со слушателями. Вот. Можно будет сейчас послушать. Мы частично уже где-то на бусте, по-моему, выкладывали кусочек. Алексей, по-моему, делился. Но полностью эту песню еще вроде бы никто, нигде, никогда не слышал. А вот. Так что можно послушать. Давай я даже не объявляю, что это за песню просто. Пустим ее. Давай запустим, да. Эксклюзивный эксклюзив, премьеру премьер, слушаем песню акустического проекта Горшенев. Больше не сдамся, я вхожу из темноты, я не сдамся. Мой разрывается мир, эти танцы, я буду снова весны. Я не сдамся, мой разрывается мир, больше не сдамся, я вхожу из темноты, я не сдамся. Мой разрывается мир, эти танцы, я буду снова видеть. А счастье так близко, колени так низко. Время в эфире на радиошок программа Рокология. У микрофона Анастасия Трибунская. В гостях у нас сегодня Михаил Фомин. Сейчас была премьера-премьер акустической версии песни «Царь зверей». Напишите в чате, как вам песенка вообще. По-моему, очень интересно, очень необычно. Спасибо, спасибо. Старались. Ну и, собственно, что еще хотела с тобой обсудить? У нас же с тобой было последнее интервью на фестивале «Улетай». Да. Как раз перед вашим выступлением, собственно, разговаривали, обсуждали о том, что же, каково играть в сложившихся условиях, поэтому расскажи, как играть на рассвете. Очень странно. Не хотел бы больше повторять подобный опыт. Это странно. Я надеюсь, что мы больше никогда в подобную ситуацию не попадем. Как-то не очень. Ну, просто это уже ночь, уже все спят, уже сам уставший, и все это так сумбурно, непонятно. Все двигается туда-сюда. Уже хочется поскорее уехать и спать. В отличие. Странное, странное. Это, конечно, есть такие вот эти организационные какие-то несостыковки, но не хочется в них как-то участвовать, если честно. Такое себе. Не, хорошо, молодцы. Люди все равно поддержали, несмотря на то, что тут уже ночь была глубокая, уже, да, рассвет. Но я бы больше так не хотел. У тебя была возможность потом уехать спать? Ну, потом, конечно, да. Тебе повезло чуть больше? Ну, да, наверное, да. Людям-то потом идти в палатки, а еще с утра буду нить, скорее всего, так что такое себе развлечение, конечно. Да. Знаешь, по-моему, да, красный, на сегодняшний день всем уже уезжать было. Да, по-моему, это последний был день. Да. В общем, было весело. Ну, как вообще, в принципе, фестивальное лето прошло? Ничего, нормально, хорошо, да. В общем, ну, поездили. Мы особо лето, ну, стараемся не забивать там, не ездить на все возможные фестивали. Очень выборочно подходим там, к тому, где участвовать. Вот. И на самом деле лето, оно же короткое, проходит очень быстро, поэтому есть возможность либо кто-то, кто может поехать успеть там где-то отдохнуть, провести время с семьей, либо кто-то там доделывает дела, которые тоже накопились во время тура, который обычно идет с весны, там, с осени по весну. Поэтому много дел из-за гастролей это двигается, копится, которые нужно обязательно потом, кроме тебя, их никто не доделает. Поэтому, если у тебя выдается какой-то свободный промежуток времени, зачастую это лето бывает, то есть, кроме фестиваля, обычно гастролей нету, и поэтому можно успеть доделать какие-то свои отложенные дела или отдохнуть при хорошем раскладе. — Да. По-русски существует и такое слово. — Какое? — Отдых. — Отдых, да. Ну, без него нельзя, иначе с ума сойдешь, и вообще она долго не хватит. Отдыхать и без этого нужно стараться заставлять себя находить время, по крайней мере, для отдыха. Никак без этого. — Ну, это да. В чате пишет, юзер 781, царственная танго получилась. — Царственная танго. Забавно. Интересно. Просто хорошо, что у людей возникают какие-то впечатления, эмоции — это самое важное. — Это да. И вот тоже такой момент. В свое время Алексей принял решение остановить деятельность группы Кукрониксы и создать новый проект абсолютно по сути все с нуля. Как считаешь, когда такой шаг необходимо сделать? — Сложный вопрос, который, скорее всего, лучше, наверное, адресовать все-таки основному инициатору Алексею. То есть у каждого, наверное, в жизни, как у творца, как у создателя какого-то определенного своего детища, есть определенные этапы, промежутки, наверное, которые нужно пережить, пройти, сделать какое-то решение, обнулиться и идти дальше. Ну, это жизнь, это движение вперед и, наверное, никак иначе. То есть какие-то решения, которые принимаются, они просто диктуются самой жизнью, они вынуждены. И, наверное, так было нужно. То есть я не совсем понимаю, как, откуда, как это приходит и что нужно конкретно делать для движения дальше. Но оно вот происходит и происходит. То есть мне сложно сказать, что должно произойти для того, чтобы делать подобные шаги, как обновление, переформирование. То есть это все как-то вот оно с течением жизни происходит само собой, на мой взгляд. — В целом, да, наверное. В чате пишет. — Обожаю песню «Царь зверей». Очень жизненно. Новое звучание, интересное, более тонкое, что ли. — Спасибо. — Заслушайте до конца, будут сюрпризы. Так, немножечко, нам, Джиглядик, поиздеваемся над вами в хорошем смысле слова. И вот, начав делать концерты, столкнулась с такой темой, что барабанщики не везде готовы возить с собой малый барабан. И хорошо, когда это узнаешь за пару дней до концерта, а не в 6 утра в воскресенье в поезде. Вот, но, как получается, то есть в таких случаях кто-то из музыкантов там пытается одолжить инструмент, кто-то готов, а кто-то не готов доверить. Вот. Как ты относишься к такому? То есть одолживаешь ли свою аппаратуру? — Кому-то? — Да. — А видишь ли, у меня, то есть уже достаточно давно, собственно, вот как мы начали ездить с проектом Горшенев, получается, с 2019 года. Вот, мы, у меня практически все прокатное, вплоть до палочек и пластиков. То есть мы с собой возим только, вот у Алексея есть большой чемодан с перкуссией, и у нас еще есть чемодан тоже большой с электроникой. Это, по сути, ноутбук, какие-то еще аппаратуры небольшая, которая обвешивается вокруг барабанной установки, скажем так, триггеры, там, сэмплеры и прочее. И, собственно, это все, что мы с собой возим, потому что все остальное у нас прокатное. То есть весь джентльменский набор, я имею в виду, помимо самой установки, это малый барабан, кардан, железо. Я говорю, вплоть до палочек и пластиков у нас прокатное. То есть это все предоставляют прокатчики, которые имеют непосредственное отношение к организации концертов в том или ином городе. Поэтому я свои аппаратуры вожу, мы возим только электронику в двух чемоданах, которые делятся. Во-первых, не с кем, потому что мы всегда выступаем одни и никогда никого не берем на разогрев или что-то типа того. Поэтому нет, делиться сейчас не приходится. Раньше бывало когда-то что-то, но это очень давно. Я говорю, мы с разогревами практически никогда не работаем. А когда дело касается фестивалей, то обычно всегда у всех находится свое. То есть это как-то, ну, у всех должно быть, как-то у каждого барабанщика должен быть свой джентльменский набор, чтобы вот тоже не бегать, не побираться и не ставить в неудобную, неловкую ситуацию организаторов, опять же. А организатор в свою очередь, конечно, должен при помощи своих помощников тоже согласовывать все возможные вот эти ситуации, райдерные, тоже заранее, заблаговременно должен все это как бы обсуждать, чтобы потом самому не натыкаться на подобные сюрпризы. Ну да, вот, например, если там какая-то группа там приезжает в Питер и там пишет, там, Миша, одолжи там какую-нибудь палочки. Дашь? Нет, такого обычно не бывает. Палочки просят обычно не группы, которые приезжают кастролировать в Петербург, обычно это пишут просто люди. Вот на данный момент у меня вот просят несколько человек, написал за последнюю неделю буквально, часто просят для детей, для начинающих барабанщиков, как трофей, может быть, как мотивационная такая история, вот просят там прислать палочку там или пару с автографами, чтобы вот подарить ребенку, чтобы он начал заниматься. Вот, ну, в таких случаях я обычно не отказываю, вот. Ну, бывают разные истории, бывает, когда просто, как бы, просят, тогда есть возможность, как бы, приобрести тот же самый фанпак, который я лично рассылаю, то есть есть определенный набор моего мерча, в который входит еще и там барабанные палочки с автографом, и то есть после того, как мы лично обсуждаем с человеком, который готов все заказать, мы это осуществляем, я просто отсылаю посылочку, человек получает там свои палочки, которые хочет, то есть, как бы, это тоже все решаемо, и мерч я рассылаю, то есть, но рассылаю только фанпаками, то есть, отдельно футболочку я слать никому не буду, мне просто не хватит времени ездить по почтам и рассылать все это таким образом. Либо, возможно, в будущем, вот, если мне дорогой человек, который будет помогать с ресурсами, вот, с медиа, может быть, мы как-то с ним дальше еще и с мерчем подумаем, может быть, мы будем принимать какие-то заявки, составлять листы и, там, делать какую-то рассылку, может быть, раз в месяц, то есть, разово, то есть, как-то таким образом. Ну, посмотрим, это все нужно собрать в кучку и начать работать. Пока подписывайтесь, приходите на концерты, покупайте мерч на концертах и заказывайте наборы. Да, да, да. Ну, и у нас эфир-таки, наконец-то, наверное, близится к завершению, а то мы что-то уже очень-очень долго и упорно засидим. Да, долго мы болтаем, да. Вот, вопрос, наверняка я в прошлом интервью уже задавал, но, тем не менее, такой традиционный, задаю всем, программа называется Рокология. И твой персональный рецепт, как избавиться от всех болезней посредством музыки. Рокология. Да. Просто нужно слушать, наслаждаться, нужно наслаждаться моментом, моментом здесь и сейчас, потому что больше ничего нету, просто нам дана жизнь, и ее нужно жить. Вот и все, и наслаждаться. Enjoy it. Прекрасный совет. Ну, и в завершении по-прежнему всех, ну, я думаю, на свои концерты пригласишь сам, я вас приглашу на фестиваль. Да, да, обязательно приходите. Да, 4 ноября Санкт-Петербург, клуб «Ласточка», наш фестиваль «Трибуна-фест». Для вас сыграют группы «Шардам», «Манекены», «Гештальт» и «Эдо». Будет круто. Всех ждем. Ну, и... Ходите вообще, в принципе, на концерты. Это забавно, это энергетически мощно, это интересно. Всегда можно найти новую музыку, новые знакомства. И, в принципе, получить впечатление, насытить свою жизнь. Так что ждем всех. 3 октября в клубе А2 в Санкт-Петербурге вечером. Будем праздновать 5 числа в Москве, в клубе 19.30 в Москву. Ну, и дальше мы поедем во Владимир и еще во многие города. Смотрите, в графике концертов все указано. Покупайте билеты, приходите. Будем рады, увидите. Да. У нас в завершении, как мы уже обещали, раз все любят «Царь зверей», у нас сегодня была премьера акустической версии «Царь зверей». Почему бы нам не поставить подряд песнику «Кремикс» «Царь зверей», а потом уже непосредственно оригинал «Царь зверей». Да, спалила. Сама задумала и сама все будет. Да, ну так я же... Не, это чтобы не переключались, потому что сейчас мы закончим эфир, люди разбегутся, а пусть слушают до конца. Ну, хорошо, да. Вот с этой целью. Да, всем здоровья, берегите себя. Да, спасибо тебе за сегодняшний эфир. Мы очень много, долго и упорно общались, очень интересно. Спасибо взаимно, да, удачи вам. Да, всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok